Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 7 декабря 2015 года, выпуск номер 60. Время без 15.10 по Челябинску. Всем привет. У нас есть для вас несколько громких тем. Первая из них Adobe Flash. Всё. Вторая из них Cloudflare прикрывает исламское государство. И третья из них Titan & IT инвестирует в восполняемые источники электроэнергии. Погнали. Я даже сейчас не сбился, когда это повторял. Титаны AT&T. Ну чё. А знаешь, кто ещё не сбивается? Титан хостинга. Титаны хостинга, да. И наш любимый джингл. Давайте заслушаем. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товары-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать. В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Ну давай сразу начнём с первой темы. Казалось бы, мы должны были сразу со второй начать, но начнём всё-таки с первой. Ну-ка. Четыре тренда на дрибле по расположению своих работ. Вот такая вот тема. На самом деле, жутко очевидная штуковина, но я хочу как-то из этого немножечко развить обсуждение с тобой. Так, ну-ка. Первая. Одна, две или три летающие карточки. Floating cards. Парящие. То есть просто вот так в форме карточек всё сделано на фоне какого-нибудь градиента. Ну, стопудово ты видел уже прям подобные работы, оно почти всегда так именно и презентует. Здесь, кстати, даже все картиночки, они сохранили вот этот вот стандарт форм-фактора 800 на 600, который на дрибле принят. То есть, ну, чтобы мы прям видели реальные, так скажем, примеры. Тем более, что там даже и ссылки на эти реальные примеры даны. Так. Так вот, тут три карточки. Ну, здесь разные типы приложений. Там, первое, это типа пост с лайками, там, бэк-не-бэк. Второе, это типа билетики, гугл-не-гугл. И третье, это погодная штуковина, господи, у меня. Ты чё? А чё это будет-то? Я так и не понял. То есть, типа, хотят сделать переделку? Нет-нет-нет, просто чувак на медиуме написал статью, аналитику, типа, какими одинаковыми штуковинами пользуются, чтобы оформить на дрибле шоты. Всё, конец. Ну-ну-ну-ну, да-да-да. И я-то хочу потом с тобой поговорить, как вот эти четыре примера, они... Есть ли аналогичные просто в пользовательских интерфейсах? Так. Centered, второй. А просто по центру какой-нибудь хреновина, там, браузер, там, макап программы, чего-то ещё. То есть, здесь вот даже есть редизайн Крейгзлиста. Да, кстати. Вот, зная вообще пользователей Крейгзлиста, то есть, там, какие-нибудь старые извращенцы, которые себе мальчиков и девочек заказывают. Ну, то есть, реально. Мы как бы с Никитой... Некоторые в лизинг квартиры сдают. Да, есть, конечно, и такие. Есть и те, кто бэушные, там, Шевроле 60-го года импала покупают. Это одни и те же люди с извращенцами, кстати. Скорее всего, потому что надо же где-то катать потом, чтобы закопать там этих людей, которых они перед этим купили. Ну, то есть, на самом деле, Крейгзлист, это такая, типа, большой-большая, большой сайт из рук в руки. Там можно... Американский, что самое главное. Да, само собой. Там уже, конечно, много чего, но американский. Да, то есть, там, как бы, типа Авито, только прям вообще всё сразу. То есть, там и услуги, там и работу люди ищут, и вообще. То есть, это прям сайт, вокруг которого очень огромный культурный пласт всего в Америке происходит. И у нас здесь сегодня четвёртая тема, или какая-то там пятая, нет, четвёртая. Как дизайнить для людей, которые родились в 2000-х годах. Так. Вот, Крейгзлист не надо дизайнить, как для людей, родящихся в 2000-х годах, потому что они, возможно, даже и не узнают никогда, что такой сайт существует. Ну, кстати, да. Так просто зайдите, посмотрите, какой там гениальный дизайн на Крейгзлисте, если вы всё ещё не знаете. Да, это вообще шикарно. Я даже бы и зашёл, но мы просто далеко уйдём с этим. Мы сразу смотреть, начнём покупать. Да-да-да. Ну, так вот. И третий стейкейс лесенкой. То есть, лесенкой вот так располагать. Здесь вот сразу видно кикпуш вебсайт апдейт, что одно окно на другом. Здесь тоже вот оно. Одно на другом. И тут тоже приложение Walkthrough Screens by Megan Fox. Megan Fox есть на дрибле. Да, и что она там делает? Ну, я не знаю, это, наверное, всё-таки какой-то фейк. Там вообще мужик. Нет, там блондиночка из Миссури. Но неважно. Кстати, здесь я сейчас вот у нас на видео. Уважаемые зрители увидели, уважаемые слушатели не увидели, но мы вам опишем. Картинки подгружаются с помощью библиотеки Anti-Moderate, которую я в паблик выкладывал, которая заблюривает изображение, пока они не подгрузились на страницы. Такой своеобразный лейзи лод. Очень красиво и эффектно. Это, кстати, Medium у себя имплементировал. То есть это не только этот чувак на блоге. То есть популярная библиотека. Она, ну, она был небольшой хайп по её поводу. То ли в прошедшем месяце, то ли в пару прошедших недель. И вот кто-то уже даже успел её запилить. Запили мне дверь. Так. Так вот. И четвёртый лейер, слои. Это когда несколько карточек прям поверх одной и другой. И здесь вот, именно отсюда я хочу с тобой... Мы сейчас вот на кульминации, так скажем, на пике этой темы. Я хочу именно с неё и начать. Ну, здесь есть несколько примеров этих слоёв и так далее. Вот мне это сразу напоминает material design. Я согласен. То есть кусочки материи, которые друг над другом находятся. И можно ли вот эти вот четыре типа лейаутов на дрибле рассматривать как эволюцию всех пользовательских дизайнеров? То есть сначала робко как-то, вот третий вид, этот лесенки перекрывали друг друга. Это, знаешь, просто Pinterest card design. Там их можно было drag and drop перекрывать туда-сюда. И сейчас четыре layers. Это прям уже в 3D всё уходит. То есть сначала было всё плоское, одна, две, три карточки, потом просто одна по центру уже, как бы, ну, минимализм, flat design. И сейчас уже пошли вот эти слои и так далее, тут наслаивание. То есть мы мыслим уже в 3D в дизайне, и надо как-то менять местами. Да и, в принципе, если посмотреть сейчас по статистике, хотел сказать по тому, чем мы в паблик выкладываем, но поэтому лучше не смотреть. Есть несколько примеров, именно как уже стопочки внутри веба организовывают. То есть такой тип интерфейсов, он более или менее понятен становится. То есть вот есть у тебя портфолио, и ты его не просто плоско выкатываешь сразу вот так вот 6, ну, как бы в грид 6 каких-то айтемов. А у тебя хопа стопочка айтемов, и ты можешь их перелистывать там, перемещать и так далее. То есть я даже не знаю, это дриппл влияет на дизайн, или дизайн влияет на дриппл. Что здесь первично, курица или яйцо? А вдруг здесь очки виртуальной реальности первичные? Скоро мы будем видеть сайты, просто и будем эти слои передвигать как хотим. И тоже может быть, но это для миллениалс, именно если для тех, кто после 2000-го родился, я имею в виду. Потому что большинство... Мы еще будем об одном сегодня говорить кадре, который, который, скорее всего, на крейкс-листе зависал бы, если бы жил в Америке, и вообще, да, о несовременных людях войти. Но вот мне кажется, что мы в некое такое интерфейсное 3D переходим, и надо поскорее оседлать этого коня. И как-то... Вот этот тренд, я считаю, несмотря на то, что старая и добрая плоскотня, я не имею в виду флэт-дизайн, я имею в виду просто, ну, как скажем, плоский интерфейс, там, вкладочки туда-сюда. Она всегда будет в моде, так скажем, если ее сделать элегантно и хорошо, то будет круто, но вот эти вот слои, это прикольно. Как бы я не любил материальный дизайн, но это прикольно. Отлично, мне нравится. Начало положено круто. Я аж подзапыхался немного. Вторая тема. Flash is dead. Long live Adobe Animate CC. Ну-ка. Короче говоря, Adobe переименовали свой продукт Flash Professional в Adobe Animate CC. Ну, Creative Cloud, естественно. И начали трясти своими HTML5? И своими CC. В общем, суть в том, что, естественно, очевидно было, что флэш умрет после того, как Стив Джобс сказал, что на айфонах его не будет. Несмотря на то, что это было в 2007 году, сейчас на дворе практически 2016, и уже бубенцы, бубенцы, бубенцы звенят. Уже прям праздник близко. Но Adobe только сейчас полностью избавляется от бренда Flash. То есть, изначально, когда был просто Flash Player и Flash Builder, сделали Flash Professional, чтобы как-то добавить блеску вот этого лоска. Да, 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 да. Но не помогло. И несмотря на то, что именно во Flash Professional уже был HTML5 Canvas и WebGL, то есть прям были уже такие нормальные веб-технологии современные, все равно продуктом мало пользовались, его хейтили, не любили, и как бы, ну, репутация у него была не очень хорошая. Так вот, теперь брендинг сместили на Animate CC, и несмотря на это, Animate CC будет поддерживать SVF, Shockware Flash Objects, и Air форматы. Никаких изменений в функционале пока не произойдет. Я думаю, в каком-то со временем, может быть, будут деприкейтить эти штуки, но пока ими будет кто-то пользоваться, я думаю, не будут. Но кроме этого, в раннем 2016-м они собираются добавить хороший экспорт SVG-анимации, то есть сразу кодом. Подожди, я не понимаю, то есть мы раньше могли просто рисовать мультики, а теперь можем Масяню сделать еще и на HTML5? Ну, типа того, да. Да, они вот на Canvas уже сейчас можно, а в SVG-анимациях пока нельзя, но собираются сделать такой экспорт. А в Dreamweaver, интересно, там же это практически получается функционал Dreamweaver. Ну нет, Dreamweaver это все равно IDE, не побоюсь этого слова, редактор кода, типа того. Напишите в комментариях, если вы пользуетесь IDE Dreamweaver. Да, да, да. 4K плюс поддержка видео, то есть прям в супер HD, ультра HD, я бы даже сказал, качестве, можно будет делать такие ролички. Векторные кисти, Colored Onion Skinning, понятия не имею, что за цветной лук скины. Поворачиваемый Canvas, глубокая интеграция с Adobe Stock, это я напоминаю у них, типа, площадка для обмена и продажи стоковыми ресурсами, типа, там, фотографии и так далее, чтобы можно было вот эти... Масяню продать. Да. Эссетсы продавать для других каких-то там целей. Так, ну слушай, то есть они, в принципе-то, такие, знаешь, стильные, модные стали, то есть обновились. Ну они, да, идут, так скажем, в тренде, опять же, если говорить. У нас последние все подкасты про тренды, видимо, мы сами уже тренди становимся. Мы тренди уже, да. Ну, в общем, здесь подборка твитов, Goodbye Flash, Welcome Animate CC. Я так понимаю, функционал, кстати, ты, кстати, слышал? Ну-ка. Есть такая штука, у Adobe есть набор продуктов Edge, которые бесплатные, но которые, типа, в стадиях бета находятся, и функционал из них вот со временем переходит куда-то. Вот, например, Brackets, был Adobe Edge Code потом, то есть, но спринты на Edge Code были чуть побольше, чем в Brackets, то есть три релиза Brackets было, один релиз кода, а потом вообще весь этот функционал ушел в Dreamweaver, кстати. Офигеть. Так вот, и функционал из Edge Animate по ходу дела переходит в Adobe Animate Creative Cloud, то есть, они его обкатывают сначала бесплатно на бета-тестерах, а потом продают уже за реальные бабки. И прошел слух на Adobe форумах, он пока не подтвержден, поэтому я его в тему еще не добавил, что они хотят прикрыть вообще весь набор продуктов Edge. То есть, все, никаких бесплатных больше вот этих штуковин крутых теперь всех будут пересаживать на Creative Cloud подписку. Ну, это, конечно, они гении, тестируют за счет людей, которые все равно придут и будут пробовать их продукты. Нам недавно, кстати, в паблике хотели купить рекламу за подписку в Adobe Creative Cloud. Отлично. Нам в сообщении сообщества, простите за тавтологию, такое писали, я отказал, сказал, что все цены у нас такие-то, такие-то. Ну, мы уже скоро за шкурой будем, за мясо. Бартер ты имеешь в фоллауте, за банки алюминиевые, за глобусы и вентиляторы. За блестяшки обращайтесь. Да, ну и здесь в конце классический опрос на веб-дизайнер депо, типа, а как вы считаете, ребрендинг флэша в Анимейт СС спасет или нет приложения? И вот 173 человека считают, что нет, а 563, и я в том числе, считают, что это новое такое начало для них. Ну, конечно, ну, а если бы просто оставили, просто бы так же продолжали лежать там под деревом? Ну, вот я, понимаешь, вот все хейтят там, например, jQuery и PHP, а процент людей, которые пользуются, все равно гигантский. Вот, может быть, Flash Professional тоже, его как бы много кто хейтил, но все равно делали флэш-баннеры. Да, конечно, в Америке все еще сидели там старики и рисовали. Да, кстати говоря, здесь вот в самой статье, я об этом не упомянул, сказали, что, во-первых, типа, то, что на айфонах нету флэша, его начало убивать. А во-вторых, то, о чем мы говорили в прошлый раз, отблокеры. Отблокеры блочат флэш-баннеры просто уже, типа, если флэш блочить, а вот здесь с кенвасом будет сложнее. А вдруг это какой-то важный элемент, так скажем, интерфейса, его сейчас заблочат и, типа... Потом отблокер выкинут. Ну да, 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 то есть из-за того, что все понаставили отблокеров, как понаехали, тоже нужно было переходить в какие-то технологии, которые вот... Которые более-менее восприимчивы к этим вещам. Хороший ход, я считаю. Да. Кроме этого, поговорим про другие нововведения Adobe. Например, большой мажорный апдейт на Photoshop вышел. Новость от 1 декабря. На самом деле, вышел и на Illustrator, но мы как бы здесь вот поговорим про Photoshop. Так вот получилось. А вы напишите в комментариях, вам важнее Photoshop или... Вы вообще знаете, что такое Illustrator? Да, важнее вам Photoshop или Illustrator, и знаете ли вы, какие нововведения были в Illustrator? Просто интересно послушать, я еще почитать не успел. Так. Выпустили... Там что-то они с артбордами опять, я уже вижу. Они... Опять улучшили артборды, то есть они прям сильно борются со скетчем, и вот с тем, как легко в Photoshop теперь будет рисовать интерфейс, и они все улучшают этот функционал, но вот так. Новая версия называется... Вот предыдущая была Creative Cloud 2015, теперь Creative Cloud 2015.1. Отлично. Вот так вот, да. Переделали немного UI, то есть сразу же... Ну я тебе сейчас прям... Я вижу. Я покажу, да, нашим дорогим слушателям. У меня белая темка стоит к нему, поэтому немного не так, как на самом сайте, но вот это... Это Welcome Screen, так называемый. Так. На котором показаны работы над... Работы... Файлы, над которыми я работал в последнее время, здесь вот цитатки делали, там, штучки для YouTube и так далее, они вот так вот открываются. Ghost Button вот теперь такие кругленькие, прикольненькие. У тебя еще все такое прям сухое, без анимации какой-то прям, знаешь, как будто ты здесь отключил анимацию, не у себя? Ну нет, это вот, это вот так. Ага. То есть, открыть, тут здесь сразу Hotkey подписывается. Так. И есть, кроме того, что мои файлы, есть типа еще что мне посмотреть на основе того, какими инструментами я пользовался. Так. Непонятно, какого хрена мне, я сейчас открою все, предлагает ретушировать портреты, добавлять перспективу на фотографию. Я вот этими инструментами совсем не пользовался, я как раз только вот там переставляю текста и так далее. Угу. Но вот, тем не менее, такое мне советует. Вот, кстати, и Adobe Stock здесь же. Вот эта кнопка Back, кстати, посмотри, она мне очень напоминает Windows 8. Угу. Помнишь, там такие же кругляшки и стрелочки добавили в какой-то момент? Добавили такую тему, как библиотеки. То есть он из файла, вот я, например, захожу в цитаты, и он мне все смарт-объекты и все штуковины, которые, типа, вставленные картинки, он мне их предлагает в облачко закинуть, чтобы я их использовал на всех своих других PSD-файлах. Это гениальная фича. Вот, например, планетка. Вот это вот я сейчас выключу туда-сюда, чтобы было понятно, какая вот эта нижняя. Она теперь у меня есть в библиотеке, вот здесь Creative Cloud Libraries. Угу. Я их могу менять, в каком файле у меня что и как. И оттуда перетаскивать смарт-объекты. Я могу, например, из YouTube перетащить смарт-объект, значок Hangouts прямо сюда, вот так теперь. Опа. Блин, ну это очень... Переставить, перепоставить. Раньше мне приходилось... Лезть, файл открывать. Да, во-первых, открывать файл, во-вторых, делать arrange, вот так вот два по вертикали их переделывать, перетаскивать из одного другого. А теперь с помощью этих библиотек все просто гениально. Экма-скрипт 6 можно сразу над статуой вот так поставить. Давай завтра такую ставим, наверное. Ну да, слушай, блин, ну это вообще гений. Они много добавили, да. Кроме этого, в принципе, здесь все такое более плоское стало. То есть даже вот align-инструменты, даже свотчи вот эти, как-то цвета более круто все стало оформлено. Я прям даже... Мне нравится, мне очень нравится новый дизайн. Инструменты, которые не влезли, а так в три точечки уходят теперь и все. И аж подзависло у меня все. Видимо, все влезли. Можно их переставлять туда-сюда местами. Вот здесь круглые кнопки. Не такие, как в 95-й винде, знаешь, кнопки под цвет прям окна. Но они сейчас, правда, и так под цвет окна, да, как в Delphi. Но они теперь хотя бы такие ghost buttons, типа. В общем, прикольно. Это UI, да? Это что касается UI, да. А что касается работы с артбордами новыми, я с ними не работаю, поэтому показать не смогу. Так, хорошо. Но с ними стали удобно работать. Вот если мы на скринах посмотрим с тобой, там плюсики такие, типа. И вот добавить еще один элемент по этим же линиям чуть-чуть вниз, вверх или вбок. То есть, грубо говоря, для типовых интерфейсов можно добавлять какие-то куски и так далее. Улучшенная типографика. Панели типа глифы и так далее изменили. Можно там передвигать шрифты, сортировать шрифты по категориям. Типа только с засечками, только без засечек и так далее. Можно фейворитить шрифты звездочками. Так. Кстати, тут они еще шутят. Это же веб-дизайнер Дипо, где все время им не нравится, что в Твиттере изменили на сердечко. И они пишут, фейворитить можно звездочками, а не сердечками. То есть, они прям сами к себе, да, с юмором относятся. Очень много для тачскрин-реди штуковин. То есть, можно свайпать между картинками, там, между PSD-шечками. Но это все не работает на Mac. Это работает только на винде. Ну, потому что на винде вот есть знаменитые Asus с тач-экранами, а MacBook'ов с экранами нет пока. Понятно. И оно, это, собственно, показывает нам косвенно, что, что касается устройств Apple, Adobe сильно усиленно работает над iOS-девайсами, в том числе над iPad Pro. Слушай, а может быть это, да, iPad Pro действительно. Они просто, ну, у них вся команда разработчиков под Apple, она над версиями для iPad Pro крутится, трудится сейчас. Чтобы как-то вот там-то рынок уже готовый. Mac'ов реально сенсорных нет. Ну, то есть, ну, какие вопросы. А тут вот, да, поэтому... Ну, и планшеты, любые другие, кроме iPad Pro, нормальные планшеты. Да. Да, вот Improved Workflow, я забежал вперед про Libraries. То есть, мне, ну, я просто сказал, какие фичи прям мне сразу бросились в глаза. Они гениальны, очень крутые. Пишите в комментариях вам, что больше всего понравилось. Кстати, кстати, Никита, здесь важная штука. Я всегда для экспорта картинок пользовался фичей Save for Web. Это Alt, Command, Shift, S. Вот такая вот хреновина, типа, сохранить для Web, выбрать JPEG, прогрессивный, там, непрогрессивный, качество и так далее. Так. И в какой-то момент, мне кажется, в каком-то из подкастов это... Мы говорили, да. Что оно теперь Legacy, оно деприкейтит. Теперь нужно делать Quick Export. И в нем уже... Он еще круче, чем... Он, типа, круче. И в чем крутость? Тут тоже можно выбирать JPEG, PNG, качество и так далее. Я до сих пор не понял, есть ли здесь прогрессив или нет. Вот не вижу я здесь прогрессив нигде. А в Save for Web есть. Поэтому напишите в комментариях, кто пользуется вот этим экспортом, как тут включить прогрессив. Но дело-то даже не в этом. Дело написано, что при тех же размерах и том же качестве, качество картинки в экспорта будет лучше, чем Save for Web. То есть они так заставляют меня перейти со старой фичей на новую. Рекламирую. Да, потому что, типа, качество здесь будет лучше. Видимо, JPEG-алгоритмы специально для этого переделали и переписали. Ради этого окна. Скорее всего, да. Да, но вообще в комментариях напишите, пожалуйста, как прогрессив здесь включить. Может быть, тогда я перейду на экспорт и даже переучу свою руку на другой хоткей. Хотя свою руку переучить, это, знаешь, после стольких лет, это практически невозможно. Так, и последняя наша тема в блоке дизайн. Как дизайны для миллениалс? Миллениалс это чуваки, которые родились на стыке, так скажем, этих смены тысячелетий. То есть начало двухтысячных и двухтысячный год. Вот так вот. Это вообще отсылочка к теории поколений, про которую я на личном блогике себе писал. Про поколение Y. Поколение Y, к которому мы вот с Никитой, например, относимся. Так вот, и миллениалс это после него как раз. То есть наши после, как предшественники, только наоборот. Наши, да, я тоже хотел сказать предки. Послешественники. Ну, короче, вот те пацаны, которые позже нас родились. Так вот, в чем суть? Вообще, начнем с того, что к 2017 году потребительская сила вот этих вот миллениалсов достигнет 200 миллиардов долларов. То есть они начнут покупать, они начнут первые деньги с завтраков тратить на какие-то там, на продукты. Или первую работу свою находить, там, газеты разносить, там. Так, от них пойдет какая-то прибыль. Короче говоря, реально их надо будет окучивать, типа, к 2017 году. Поэтому мы уже с тобой, даже вот мы с тобой, должны готовиться уже сейчас. Здесь вот телочка, на самом деле, ей как будто лет 30 уже. Я вот, ну, я понимаю, что... Я уже окучили, я думаю. Да, я... Уже, да, уже перепаха на поле так, что... Так. Уже не взрастет ничего. Но это, конечно, просто скриншот главный PayPal, я забегая вперед скажу. Так вот, поэтому, типа, нам нужно ориентироваться уже больше, наверное, на них, чем на поколение X, которое, скажем, наши родители, бэби-бумеры, которые нас там лет на 10 старше. И вот на наше поколение же меньше надо, типа, ориентироваться. Первое правило. Сделайте make it mobile. Сделайте это... Сделайте это мобильным. Ты хочешь сказать, что они-то уже все будут приросшие к телефону? Ну, статистика говорит нам о том, что 80% миллениалов используются смартфоном. С айфоном в кубке. Да. А вот тех чуваков, которые старше 35-54 года, 68 всего процентов смартфонами пользуются. На самом деле, разница, конечно, не сильно велика. Но здесь мы дальше будем говорить о том, что они и смартфонами-то по-разному пользуются. То есть, ну, у меня у бати тоже есть айфон. Но он, конечно, не такой прозорливый, как я. Так вот. И на самом деле, нам, как обычно, стоит оговориться. Хотя нет, может быть, здесь и не стоит. Статистика Америки и России не всегда схожа, к сожалению. Мягко скажем, не всегда схожа. Возможно, у нас уже, ну, как бы не так грань это есть. Мне кажется, у нас все со смартфонами. Ну, а в Америке что? Блин, да, действительно. Ну, короче говоря... Америки тратят просто больше. Да, факт в том, что у нас чуваки, которые постарше, не так доверяют смартфонам, покупать не будут с них. То есть, я не помню, где я это рассказывал, в этом подкасте или в том единственном выпуске личного подкаста, который был, что вот наши друзья из Германии, например, им там по 40 с чем-то лет, и у них есть смартфоны андроидовские, но у них там нету никаких приложений, банков и так далее, они реально боятся. То есть, хотя развитая страна, ФРГ практически, практически ГДР, да, только ФРГ, мы еще будем сегодня об этом говорить, и они реально боятся этим пользоваться. А вот у меня батя спокойно себе на телефон из приложения ВТБ платит просто и все, и похрена ему. То есть, это еще вопрос, как использовать. Ну, так ладно, перейдем к непосредственному правилу Make It Mobile. Типа, сам контент должен оставаться и на десктопной версии, и на мобильной одинаковые. И причем не просто потому, что должен, а потому, что чтобы не было конфуза. Вот молодняк их начинает это сразу смущать. Типа, а что это у них на полной версии один сайт, а на мобильной другой? Типа, это что-то какая-то подмена понятий, там, говно, неправильно. То есть, и здесь сразу приведен пример PayPal, ну, ты видишь там на скринах, что вот у них десктопная версия, вот мобильная. Практически идентичная, то есть, прям реально. Как нас учили. Оптимизируйте для мобилы, даже если, типа, контент остается тот же самый. То есть, оптимизация не в том смысле, что спрятать половину контента, а в том смысле, что кнопочку сделать прям под палец, чтобы, ну, как бы где-то увеличить, где-то как-то сместить, где-то что-то там подкрасить по-другому, чтобы был тач-скрин-экспириенс хороший. Вот. После этого гриды и брейкпоинты по-понтовому так продумайте под конкретные мобильные штуковины. То есть, сколько бы нам ни говорили про адаптивный дизайн ради адаптивности, что на любом брейкпоинте должен работать, лучше всегда отточить на каких-то конкретных брейкпоинтах, типа там 320 пикселей, 768, 640 и так далее, чтобы все очень логично выглядело и по-понтовому. И самое главное, скорость. Мобильные страницы должны очень быстро открываться. Ну, не говоря уже о том, что навигацию упростить. То есть, чувакам, которые помоложе, их сложность пугает. Ну, я могу даже по себе судить, вот то мега-меню, который классический во всяких дискаунтерах и магазинах электроники, и на Амазоне, которые вот так распахиваются при наведении по полной, меня лично пугает постоянно. Согласен. Это просто досвидос. Вот здесь надо уменьшить количество навигаций. А может быть кого-то, вот мы с тобой знаем, например, одного человека, он вроде нашего возраста, но в башке у него что-то не то. Он-то хотел себе такое меню, и у него это внушало, так скажем, доверие. Что если у сайта большое меню, значит хороший сайт там все. Ну да. Ложное. Разные люди бывают. Да, согласен, но самое важное из всех этих штук – это скорость. И это будет как раз правило номер… не помню, какой… Короче, самое важное – это скорость. Если, типа, сайт ваш грузится медленнее, чем другой, то, типа, подросток, он избалованный, он просто уйдет на другой сайт и купит там. Ну, если только у вас нет чего-то там супер уникального и так далее. Подростки, вот, мне нравится это слово. Дебильнее. Тинейджеры, да. Так вот, юзер экспириенс должен быть прям понтовый. То есть… а, вот здесь как раз про скорость говорят. Из-за того, что они все избалованы, должны очень быстро работать на смартфонах, бла-бла-бла. И самое главное – должен быть селф-сервис. То есть, вот, например, есть люди, которые, даже в теории большого взрыва над этим шутили, любят кастомер-саппорт. Они не хотят ничего разбираться, они хотят просто позвонить чувакам, сказать, у меня вот такая-то проблема, типа, что мне сделать? Так вот, подростки, они, наоборот, не любят звенеть в техподдержку. Они любят, когда на сайте можно сразу все сделать. Можно сразу на сайте заплатить, там, и так далее. То есть, вот, это даже можно понять, вот, как я плачу за интернет, и как мои родители платят за интернет. Вот родителям им удобнее пойти в киоск там моего провайдера, подойти им, сказать, типа, сколько мне там надо заплатить, столько-то, столько-то, вот вам деньги. несмотря на то что они уже кассу убрали у них и нужно через терминалы теперь в магазинах платить по крайней мере вот у нас в интерсвязи а мне всегда удобнее было просто зайти на сайт карточку написать и заплатить там сколько надо вот подростки им еще больше они все любят прямо решать на сайте и все именно даже это кстати по хостингам можно судить вот такие хостинги американские типа media temple digital ocean у них всегда есть несколько опций по поддержке можно позвонить по телефону а можно прям сразу тикет написать и сидеть спокойно ждать уже что тебе прям на сайте здесь же ответит или даже мобильный консультант какой-нибудь иван там может да 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 то есть вот это все про подростков они хотят все здесь и сейчас и нужно им обеспечить такой юзер экспириенс например здесь приведен пример zendesk а в котором написано вы можете нам позвонить вы можете бла 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 а можете попробуйте к сразу вот это если у вас не горит лампочка сделайте то-то там и так далее то есть так скажем список часто задаваемых вопросов на сайте написать и типа список часто решаемых проблем которые можно решить вот так то это сделать и так это так если помогло все окей если нет ну придется вам позвонить подождать вы там 5 в очереди послушайте нашу музычку бла 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 и самое главное миллениалсы подростки любят когда дизайн есть какой-нибудь хороший да то есть не крайне надо я так понимаю вообще все чтобы они все хотят и быстро и чтобы я имею ввиду микро взаимодействие нужны из-за того что они уже играли в игры видео и так далее то что на твиттере сейчас сердечко все дрыгается когда ты на него жмешь и все вот это прям для подростков они сразу всем прижать стали лайки твиты друг друга и так далее я жду когда инстаграм лайк как нибудь переделает ну кстати да но знаешь чё я хочу сказать мне это все чё напоминает просто они даже не то что избалованы они именно избалованы таким качеством технологии то есть грубо говоря я вот это читал помню у вилса кома еще давно про то что типа ролики снимать он говорит что вот типа раньше ролики снимать можно было любые и все заходило любое качество сейчас уже люди они сразу смотрят на качество сразу смотрят как ты делаешь контент потому что сейчас уже все избалованы качеством то есть раньше можно было блин на телефон снять и прикольно там вот а сейчас уже нужно, чтобы все круто, у тебя и камера была крутая, то есть ты просто так не зайдешь, на кривой кобыли. Ну, у тебя и порог входа, порог входа, да, должен быть другой. Но я согласен, я тоже люблю зайти и сразу 1080p себе на ютубе включить. Вот, вот, вот. Поэтому и так же миллениумы, они уже будут знать, что, а есть вообще-то и покруче сайт, чем твой, да, и там, и дизайн есть покруче, и... Хочешь жить, умей вертеться, это их, так скажем, этот девиз, да, кредо жизни. Да, 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 только они-то не вертятся, они сразу заходят. Они-то хотя шабых вертели. Ну да. И им вертели, я даже тут не знаю, мне все как-то... Чтобы не вертели сами кого-нибудь. Ну, блин, круто, про дизайн поговорили. Че, перейдем на коротенькие бизнес-новости, да? Давай, давай. Можно даже не на коротенькие. Можно даже на длинненькие. Значит, первая, казалось бы, тема совсем не к нашему подкасту, да? Про систему Платон, которую вводят с будущего года. Ну вот, если заголовок посмотреть, то там в конце есть чуть-чуть от нашего. Ну да, но мы, типа, такие, знаешь, типа, система Платон, это вообще относится к дальнобойщикам, которые будут платить налог, там, в следующем году, и, в общем, бред какой-то. Нам, кстати, на ВК эту новость предложил Влад Вебдев с подписью, если мне не изменяет память, не новости ради, а админам почитать для. Вот админы почитали для и решили, что новости ради. Так вот, заголовок-то звучит так. Сайт системы Платон, которая занимается сбором налога за дальнобойщиков, сделан на бесплатном Вордпресс. А есть еще платный Вордпресс, кстати. Про Вордпресс, про решение. Ребята, какие-то автомобилисты, потому что, видимо, Автоплюс сайт, у них немножко бомбануло, и они написали статью про то, что, блин, такие бабки вкладываются, будут, значит, дарять деньги с дальнобойщиков, ну, то есть с тем, кто платит за дальнобойщиков, естественно. Инвестиции, там, все-все-все, в систему Платон вбухиваются. Там какие-то 7 миллиардов, я читаю, а уже что-то уже... Почти 8, 7,93. Да, ну, короче, какие-то просто вообще... Ты как-то сразу 0,93 миллиарда уже присоединился. Ну, 7 миллиардов, что там. Ну, 7, да, ну, да. Вот. Знаешь, как, кстати, теперь модно говорить, бомбануло у них? Редакция портала стала известна. Вот когда кому-то стало известно, это у него бомбануло, значит. Нам так стало известно, что мы решили написать статью, да. Так вот, оказывается, сайт, который уже сейчас platon.ru, это не реклама, потому что не нуждается в рекламе, я думаю, сделан на WordPress. О, ужас! На бесплатном причем, да. И как бы... А куда, собственно, все деньги-то делись? У них, значит, бомба... Им стало известно об этом. И они начали, значит, размышлять. Посмотрели, что, да, действительно, WordPress, да, там, все... Все... Хотя тут вот не видно, что он плохо сделан. То есть, грубо говоря, ты не видишь, что это просто дефолтный... Можно было бы сразу дефолтный шаблон какой-то, видишь? Видно, там... Да, 2010. 2010? Причем даже не 2012 хотя бы, а 2010 именно. Да, 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 да. Вот, нет, ну, вроде... Вроде что-то есть какие-то кнопки даже, типа... И дальше. Там просто будет сказано, что он падал несколько раз. Я думаю, их у них еще и это бомбануло, что на WordPress еще и коряво. Ладно падал, но так как это система, то есть, platon.ru, это целый, как бы, ну, даже не знаю, сколько есть, ну, да, система, которая краеугольный камень, опять же, во всем Платоне, то есть, через нее все проходит. Прокладываются маршруты для автомобилистов, там, бабки, все... Все проводится через нее. Через именно сайт, да, через сайт. Ну, то есть, через сайт вместе с базой, я так понимаю, который эксайд, а там база WordPress'овская, как мы знаем. Вот. И он падал, и он, как бы, нестабильный, и это вообще WordPress, в принципе, вот у них бомбануло. Как бы, первое, что сразу вспоминается, есть многие другие, еще больше, чем Pluton сайты, и я думаю, на каком-нибудь, опять же, TechCrunch'е больше инфы и больше... И нагрузка, я думаю, больше. Да, и важная инфы. Столько дальнобойщиков в стране нет, сколько читают TechCrunch. Да, да, да. Вот. Поэтому, как бы, с одной стороны, это бред, с другой... Я хочу процитировать разработчика сайта Дениса Ивыгина. Ну-ка. Данная система, имеет он в виду WordPress, примечание Europe Design, отличается невысоким уровнем защиты, используется для создания блогов, но не для систем, рассчитанных на большую нагрузку. И ссылка с главной страницы сайта WordPress, причем, настолько ссылка дана, что там даже закладки, всякий бред, типа Георгий Рожко. То есть, чувак сам спалился, кто скрин делал, что там его страница на ВК, например, Ну да. Закладка. То есть, автоплюс.су, это прям вот, это апогей людей, они же в WordPress лучше всех разбираются. Да, да, да. Они еще скриншот с главной страницы сайта WordPress.com приложили, и они-то не знают, что WordPress.com входит там в топ 100 самых посещаемых сайтов Alexa, и они-то знают, как никто, про систему, рассчитанную на большую нагрузку. Ну, ну ладно, это так лирика. Да, тем не менее, в общем, грузовики массой свыше 12 тонн будут платить бабки через этот сайт, за который ребята из автоплюс.су боятся очень сильно, и боятся за сохранность информации, а по-простому им стало известно, и их бомбануло. Вот. Пишите, короче, в комментариях, что вы думаете. Тут, кстати, тоже комментарии есть, тут многие люди говорят, а есть ли разница вообще, на чем сделан сайт? Люди деньги зарабатывают. Вот. Поэтому как-то так. И пишите, если вы дальнобойщик, кстати, и коснулось ли вас. Андрей Митилев тут пишет. Он, возможно, дальнобойщик, но все равно здесь пишет. Все же шаблон здесь оригинальный, WordPress это движок, а вот шаблон здесь не бесплатный, он сделан индивидуально, точнее сказать, тема. И пишет, чувак, спорим за одну-другую сутню баксов, причем там чувак за рулем сидит, такой типа крутой. Этот шаблон скопирует, и как это вязывается с 29 миллиардами рублей? Ну, опять же, очень глупо думать, что вся инфраструктура всей этой системы это один лишь сайт. Ну да. Несмотря на то, как бы я не относился к этой системе, к тому, что, в принципе, треть, уже третий раз пытаются собрать налог. Первый просто транспортный налог на фуру, второй в топливо входит налог на транспорт, и третий еще здесь дополнительный налог на 12 плюс тонн. Короче говоря, есть нарекания, так скажем, но, блин. Не, ну нарекания, самое главное, куда потом налог, если, допустим, ты потом будешь ехать, и у тебя будут дороги лучшие за это в следующем году, то это как бы нормально, я только рад. А если ты едешь, опять же, по тем же дорогам и как-то... Нет, ну, здесь, конечно, ты едешь, будет все то же самое, просто сейчас же все плохо, из-за того, что нефть дешевеет, в бюджете денег нет, надо хоть, хоть с дальнобойщика взять. Видимо, самые богатые люди у нас, 12-тонновые. Здесь, кстати, в комментариях привожили еще классическое видео, где мексиканец ржет про разработку сайта. Про создание сайта. То есть там прям, да. Ладно, переходим к следующей теме. У нас дальше, причем немного тоже про государство, у нас сегодня какая-то... Мы немножко сегодня начали что-то по тонкой грани. Ну, это не мы, это нам предлагают. Тут просто... Еще один, последний комментарий. Владимир Ефимов пишет, И что? Это оболочка для информации, а личный кабинет является действующим ядром системы. Он самописный. Гон развели опять. Я позволю себе залайкать его вот этот комментарий. Ну, тут ВК-шные комментарии, поэтому... Ну да, гон развели, да. Потому что, ну, гон все-таки, да. Следующая новость на запрещенных сайтах... Не могу последней, просто... Я думаю, нашим подписчикам просто буду здесь... А кто-нибудь уже добавил, что там еще и бесплатный Nginx с Linux? Алексей Южаков пишет. Да, скорее всего. Ладно, все, переходим на следующий. Я переключаю. Я просто думал, что еще там может быть бесплатное. Так вот, следующая тема. На запрещенных сайтах будут рекламировать Ростелеком игры. Вот так. Всем тем, кто слушал наш прошлый подкаст, известно, что Ростелеком продает, перепродает ключи Steam, ключи Blizzard, ключи что-то там, что-то там. В общем, всех игровых магазинов практически. У себя на Ростелеком... Как же там... Какая же там... games.rt.ru То есть там безвиз хитросты совершенно. Так вот. И мы думали, какая же изюминка-то у них. То есть можно, в принципе, и в Steam купить. Но как бы это типа наши русские, вроде как и у них, а вдруг Steam запретят, а если запретят, то зачем ключи перепродать? В общем, думали, в чем изюминка. А изюминка-то вот в чем, скорее всего. Теперь на заблокированных сайтах с помощью Роскомнадзора, ну, в принципе, то есть заблокированные сайты у провайдеров, я так понимаю, будет реклама Ростелеком Игр. Провайдер, это они же заглушка-то Роскомнадзора всегда показывают. То есть вот теперь другую будут показывать. Теперь будут показывать Ростелеком Игр. И в частности, про Рутрекер, о котором мы еще поговорим в следующей новости практически, там на заблокирование, он 9 декабря, уже все, и там будет реклама Ростелеком Игр. Как тебе такое? Ты думаешь, это прям целевая аудитория, и они сразу начнут и покупать ключи сквозь это все? Да не важно. Сложат сайт Ростелекома. Я не знаю, да, Рутрекер, это они опасно, замахнулись, конечно. Может быть, здесь хотя бы не на WordPress сделали, на бесплатном. Кстати, да, не упадет, может быть. Еще непонятно, что. Да, на самом деле, конечно, я не представляю, вот ты пошел скачать на торрентах какой-нибудь, я не знаю, рип с винила куина какого-нибудь. То есть ты старый человек. Ну да, ну сейчас на Рутрекере уже будем откровенны, мало контента осталось стоящего, там в основном уже музыка одна осталась, так скажем, и то всяких там блестящих и другую мою любимую музыку блокирует, остается только Queen слушать сериалы, допустим, в переводе. Да, ну да, соглашусь, еще сериалы в переводе, причем никогда не понимал их вот это вот правило, что если нет русского перевода, запрещают раздачи. Да, тоже странно. А куда лезть? А где я могу, хочу посмотреть? Ну вот на торрент Day.com, например, на Kikest Torrents, ну не будем сейчас заниматься рекламой вражеских сайтов, про это тоже еще сегодня поговорим, про вражеские сайты. А к чему я начал-то? А, будут ли... Ну короче, вот шел ты скачать Deep Purple в виниловый рип и хоп, тебе рост телеком игры. Че ты прям реально отвлекся сразу и пошел и себе Ведьмака купил? Ну окей, нет, таких допустим не будем брать, да, давай возьмем хотя бы... Ты пришел за пиратской игрой, будешь ли ты покупать? На пиратских игр давно нет на Рутрекере, видишь? А вообще да, никаких. Да, в том-то и дело. Просто давай отойдем от Рутрекера на других заблокированных сайтах. Пришел ты узнать, как бомбу делать для ИГИЛ. Да, допустим. Или на сайт ИГИЛ просто пришел. А тебе хоп и рост телеком игры. Опа, а ты поиграл. Причем надо всегда оговаривать, мы конечно не с МИН, надо говорить, ИГИЛ это запрещенная в России организация, а то вдруг нас закроют нахрен на Ютьюбе. Нет, это понятно, что запрещенная организация, значит, ты пришел и тебе не конверсия абсолютно показывает бред про игры. Но уж точно лучше, чем простая заглушка. А будет ли это лучше сайту, если на него будет лить трафик, который будет просто... Будут, рекламу на этом сайте можно будет дороже продать. Ну, кстати, да, в принципе. Несмотря на то, что Ростелеком это практически государственная организация, то есть это, конечно, открытое акционерное общество, но председатель совета директоров там Сергей Иванов. Так. Поэтому... Это в бюджет напрямую бабки будут поступать, а это уже хорошо. Может быть, дальнобойщиков обирать перестанут. Ну, кстати, да, мы все ради дальнобойщиков на сегодня подкаст, собираем деньги. Кидайте, кстати, нам деньги. Да, кстати, заметь, на Канобу, откуда мы читали эту новость, как на Коубе лайк в виде козы оформлен. Типа круто. Кстати, можно... Ух ты, блин, мне аж прям... Я за лайки, кто-то еще со мной одновременно за лайки с 13 на 15 перескочил. Можно лайкать даже не зарегистрированным будучи. Блин, что делать? Так вот, про Роуту Рекер продолжаем. Заголовок мне нравится. Роуту Рекер получил блокировку на второй пожизненный срок за книжки Пелевина и песни рэпера Гуфа. Ну, тут прям как надо. Я люблю Роем, Рузы, заголовки. Вообще, я его люблю, это круто. Так вот, первую пожизненную блокировку Роуту Рекер получил в начале ноября 2015 года. Я так понимаю, все-таки вот это оно. И там, естественно, все говорят про Эксмо, блокировка за счет Дарьи Донцовой и т.д. А сейчас, после первого судебного решения, Роуту Рекер объявил, что пиратская суть проекта будет усилена. И часть правообладателей, как мы уже говорили, потеряет возможность снимать раздачи. То есть, видимо, Рэпер Гуф потерял. Так вот, и типа, я так понимаю, второй раз на них подали? Ну, тут просто уже, знаешь, их додалбливают. То есть, там в ноябре, они сказали, через месяц, возможно, выключим, но невозможно, а через месяц. И тут еще и Гуф возмутился. Блин, давайте быстрее сказал. Быстрее, я там не успеваю начитывать, потому что деньги не мне идут, а рост целиком скоро пойдут деньги. Да, все равно мимо тебя, Гуф, если ты нас слушаешь, опомнись. Извини, да? Ну, вот тут написано, что 6 декабря проведут так называемое учение. Я видел, кстати, это на рутрекере, да, учение, что они вырубятся, а тебе надо будет обойти. Понимаешь, сегодня уже седьмое, возможно, уже вырубались. А что-то я, ну, я вчера не был там, ну, ладно. Ну, да, вы, кстати, не забывайте, что если вы хотите обходить, то надо ставить плагины и посмотрите это на рутрекере на самом. Ну-ка, я вот сейчас зайду на рутрекер. Понимание, доступ скоро будет заблокирован, бла-бла-бла, настроите обход блокировки. Ну, вот сейчас вот, сейчас вот открывается. Но у меня до 9 декабря. В любом случае, есть тор, поэтому мне похрен. Короче, продолжаем, что у нас следующая новость про, вообще про архаичные технологии. Это даже не технологии, про историзмы, или как они там, то, что устарело, то, что, не знаю, никто не использовал. Атавизм. Про атавизм, то, что отрелище. Да, какое-то еще, кроме атавизма, есть слово. Рудимент, рудимент, вот про рудимент. Отрезать, да, рудимент, действительно, рудиментарный орган, такой, как журналы в бумажном переплете. У нас просто следующее, после этой новости тоже будет про атавизм и рудименты. Вот это да, то есть мы все дальше и дальше уходим в историю. Так вот, Рамблер, который владеет афишей, как я понимаю, то есть вообще, в принципе, франшизой афиши в России у нас, а может быть, даже не в России, не знаю. Да ты уж слишком много сейчас афиши переписал, мировое господство ей. Мировое господство, да, короче, вот бумажную версию закрыли настолько, что сразу всех уволили, распустили и на вольные хлеба. Заголовок. Говорят, Рамблер выгнал на декабрьский мороз всю редакцию бумажной афиши. Я не могу дописать, люди реально, вот эти, которые в очочках, такие, знаешь, журналистики, реально, они быстро выбежали все в одних футболках. Да, а у них футболки еще какие-то, знаешь, с косыми вырезами там хипстерские, такие, что прям они мерзнут сразу. Они макбуки там побросали все. Так вот, короче, ну, естественно, уточняется о том, что все остальные афиши, ребята, афиши Гай, они остались, то есть афиши Ру, там все афиши воздух, афиши город какие-то там. Афиши воздух. Я не знаю, что это. Ракета земля-воздух, вот ракета афиши воздух. Из афиши в воздух просто посылают ракеты и все. И в афиши город прям. Хотели в воздух, попали в пятку, знаешь, как вот, шутка. Ну вот, короче, в общем, именно про журнал, то есть те, кто занимался издательством журнала, афиши, а я так понимаю, вот мне Саня рассказал, что это, оказывается, журнал достаточно такой типа, как Esquire, то есть достаточно для молодежи, как я понимаю, и для тех, кто любит провокационные новости. Ну, не такой, как жизнь, да? Но это, нет, совсем не такое уважение, это хипстерский был журнал. То есть там прям, а у них даже каждый раз проходил, так называемый, пикник афиши. Летом, то ли в парке Горького, то ли хрен где, я не помню, где он проходил, и там все прям тусовались, модные чуваки. Ну, короче, богомерзкое издание совершенно. Ну, все думают, что вот это связано с тем, что немножко, как бы, хотели состав афиши переделывать, в принципе, то есть хотели ее как-то обновлять, и вот это связано с этим, но пишут, что все-таки, то есть именно ежемесячная бумажная афиша не будет выходить, если вы ее читали, то все не сможете. То пишите в комментариях и расскажите нам, почему это не богомерзкое издание, вдруг мы не правы. Да, но будет новая афиша выходить, там, четыре раза в год, в общем, будете еле-еле ее читать, и я даже не знаю, как можно успевать за новостями четыре раза в год, то есть ты там Навальный что-то написал, а ты не успел за этим, и через четыре месяца вышел на болотную, а ты уже один там. Да, ты вышел, у тебя одиночный пикет вместо митинга 60-ти миллиардного, 60 удальциллионов вышло на митинг, а ты один, хоп, вышел, яйца осталось только прибить к Красной площади. Да, тебе с другой стороны либо яйца прибивать, либо просто в инсту сфоткаться с хэштегом мы против там, мы против дальнобойщиков. Или мы против Путина, который против дальнобойщика. Который против дальнобойщика Путина. Ну, короче, отличная новость, продолжаем двигаться по разделу бизнес к следующей, последней новости Apple и Beeline. Последней в этом разделе, я имею в виду. Так вот, Apple и Beeline. А почему здесь ретро написано? Я не знаю, почему ретро. Apple разрешила оплачивать покупки с баланса Beeline'овского мобильника. А ретро, это, видимо, еще более старый. Видимо, с мобильника давно уже никто ничего не оплачивает, только на 4242 заказывают. Да, мелодии, бри бумер. Да. Короче, теперь в Apple магазинах, Apple Store, iTunes, вот это все, Apple Music можно будет оплачивать со счета телефона, но только Beeline'овского, как я понимаю. Ты причем меня, вот когда мы готовились к подкасту, спросил, оплачивали все еще Apple Music, и я тебе ответил, что нет, потому что у меня есть iTunes Match, который, кстати, ADQ еще летом обещал увеличить лимит. До этого был лимит 25 тысяч песен для своей библиотеки. Он обещал увеличить до 100 тысяч песен. Увеличили. На этой неделе. Так вот, я оплачиваю iTunes Match, и ты, спросив меня, наверное, все-таки сам оплачиваешь, то есть я тебя-то сейчас спрошу. Я оплачиваю, сейчас, короче, я не знаю, сколько стоит, я просто оплачиваю семейный. Ага, он 269, кажется. Я оплачиваю, да, 269, но я по 130 скидываюсь с семьей со своей. А-а-а, то есть я вас так понял. И это дешевле получается, чем на одного человека. А, на одного там типа 169, кажется. что-то понятно. Ну, как ты подсуетился-то. Я не знаю. А можно где в семью? Если 3 человека, это еще дороже будет. Так что, как бы... Подожди, там семья от 3 до 5, или там от 2 до 5? Видимо, от 2. Ну, то есть 2 Apple-учетки получаются? То есть, если ты третью прикрепляешь Apple-учетку, то уже там 360. А-а-а, понятно. То есть они скейлят немного. Ну да. Тогда, тогда не сегодня. Как в клуб. Проходишь в спортивном костюме не сегодня. Не сегодня. Вот не сегодня. Так вот ты в спортивном костюме пришел. Короче говоря, с Билайна, представляешь, можно прям вот... Закинь мне на мобильник сотку. Ты сотку тебе закинул на мобильник. А ты ее сразу вангребет все потратил все на пауэрапы. Да-да-да. Ты сразу себе купил пак какой-нибудь вангреберт самый большой, который можно там, и начинаешь бить свиней. Значит, такая штука поддерживается вообще только у двух операторов. Вообще, это супер крутая штука. Один из них FRG. Один из них Beeline. Вот. Значит, в чем суть? Суть в том, что многим людям легче расстаться с деньгами с помощью... с помощью денег, которые у вас на телефоне. Почему? Потому что не надо никакие карточки вводить. Нет страха, что ты... Это типа защищение, да. На телефон ты безлично прям в банкомат, ой, в банкомат, в терминал бабки засунул прям вот бумажные. И хоп, они у тебя сразу же вангребец. Тебе не надо вот... Но это, понимаешь, это не для миллениумов, а для все-таки для стариков. Это для стариков, причем, вот знаешь, есть же такой вот момент, вот у тебя есть... Ты сидишь и тебе хочется что-нибудь купить в стиме. Вот ты, скорее всего, на 90% знаешь, что ты купишь. Но тебе для этого надо еще пойти, взять кошелек, карточку достать, ввести все это и тебе вот эти... Ну да, но, понимаешь, в стиме сейчас так дорого все, что у меня столько никак не было на Белайвеновском счете. Да, я согласен. Не, ну на Apple счете вдруг ты хочешь там альбом Кристины Агилеры купить. 39 рублей. Откуда я знаю? Почему не Иги Азали? Не Иги Азали? Или не Ники Минаж? Почему вот именно Кристины Агилеры? Не знаю, я старик, понимаешь, старик. А, ну да, согласен. Кристина Агилера, это она еще когда была, еще когда Бейонс была в Destiny's Child. Ну да. Child. В общем, прикольно. Прикольно, прикольно. Давай дальше пойдем. Следующий прям обзор, хотел сказать. Следующий раздел. Да, я примечания прочитаю для наших слушателей, да и для зрителей. Тоже спасибо всем, кто нас слушает в iTunes. Вы нам тоже важны, не меньше, чем YouTube зрители. Я бы даже сказал иногда больше. Кстати, про iTunes. Недавно нам написали новый отзыв, позволю себе его зачитать. Ну-ка. От Room Burak. Room Burak. Вот такой человек. Заголовок тяжело. Одна звезда из пяти. Очень тяжело слушать, из-за того, что один из спикеров пытается скрыть свою кортавость, произнося звук R на английский манер. Вот до того, как нам начали писать такие комментарии, я с Никитой уже был знаком много лет, и я ни разу даже не подумал, что он на какой-то там манер что-то произносит. Ну. Я очень сочувствую кортавым людям, но все-таки единственный способ выступать публично и быть понятным и понятым и принятым у слушателей это избавиться от дефекта речи. Очень неприятно слушать, как этот человек говорит. Возможно, Ник зачитал прям в подкасте, так вот, Рум Бурак. Да, вообще, конечно, если ты очень сочувствуешь кортавым людям, поставь хотя бы три звезды из пяти, но не одну. Лучше закинь на кошелек сразу, я, может, какую-нибудь операцию сделаю себе. Да, вот именно. По смене пола, конечно же. Так вот, примечание. Еще в августе 2015 года Билан не до конца понимал, как работает айфон. В результате недоразумения оператор связи списывал деньги со счетов абонентов владельцев именно этого телефона в роуминге. То есть, вот какая-то была такая у него загвоздка. Хорошо, хоть я в августе в отпуске был, у меня и так в роуминге все было. После жалоб пользователей разобрался, деньги вернут, а теперь продвинулся дальше, даже разрешил тратить средства со счета мобильника на покупки. Они, возможно, какого-нибудь топ-менеджера по айфонам наняли там, а он из ФРГ. Он сказал, слушай, мы себя уже сделали, давайте, да, нормальная тема, сделаем у вас. Будете в коин-то веке хоть в чем-то круче, чем мегафон. Ну да. Пишите в комментариях, если вам удобнее с Билайна. Если что вы? Если вы Медведев, как бы мегафон. Да, что-то как-то, я в наушниках просто не услышал сразу. Так. Блог, блог, господи, блог разработки пошел. CSS as readable by humans. Короче говоря, пишите читабельный CSS. Уже сто тысяч раз говорили на эту тему, но мне эта статья просто очень понравилась. Я ее увидел вот так вот на Medium, Энди Росси ее написал. Здесь в самом конце есть надпись типа Original Published на Scenery Guide сайте. Я вот именно оттуда и буду читать. Мне как-то кажется, что в оригинале. Я, знаешь, я как в оригинале сейчас статью читаю. Как на журнале афиша. Да, здесь просто даже открой себе тоже ее там в самом конце. Там даже шрифты с засечками прям как книжечка читаешь. Так тепло сразу. Так он же старик такой с газетой. Ну, там тоже был этот старик, но тут он согласен прям даже и круче как-то вписывается. Так вот, типа, есть стопроцентный шанс, что другой разработчик будет читать ваш CSS-код. Да, так типа случается. И стоит того, на самом деле, разрабатывать системы, то есть, а ваш CSS-код это система. Хотя кто-то посмотрит на свой CSS-код скажет, как-то вроде не тянет на систему. Такая же система, как Платон, падает постоянно, ни хрена непонятно и на бесплатном на чем-то сделан. И 27 миллиардов долларов. А вложили 29 миллиардов, рублей в итоге. Так. Так вот, но типа, лучше делать все по понтовому. Потому что могут возникнуть вопросы, а где же стили для мобильного хедера? Или почему вот я меняю здесь Z-индекс и ни хрена там не меняется там и так далее? То есть мы будем отвечать на вот такие вопросы последующих разработчиков просто потому, что последующим разработчиком можете быть вы через 2 месяца. Такое тоже случается и вы уже ни хрена не понимаете. Да, вы уже как новый человек будете. Да, 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 да. То есть первый пункт Better Partial Structure лучше разделять на части. На самом деле вот тут немножечко несоответствие лично с моим пониманием. Типа бывает Over Engineering когда слишком много учли на слишком много маленьких файликов разделили. Кстати смотрите обзор про методологии CSS BAM и SMEX здесь справа сейчас появится подсказочка в котором я рассказываю как лично я разделяю на файлы в своих проектах. Так вот типа здесь слишком много индивидуальных файлов не надо. Приведен конкретный пример. Есть файл Global Navigation а есть Global Footer Navigation и вот лично я бы их разделил на 2 мелких файла. Но здесь написано лучше сделать это в один большой файл Navigation не соглашусь потому что Global Navigation если он например находится в хедере лучше в папочку хедер сложить в модулях а Global Footer Navigation в папочку Footer и всегда абсолютно всегда зрительно людям будет больше понятно если разделено по каким-то блокам функциональным на странице всегда ты пойдешь ага footer а там ага навигация все ты уже забудешь что есть где-то Global Navigation тебя интересует то что есть Global Footer Navigation и вообще ты даже Global здесь не будешь использовать ты будешь просто Footer Navigation использовать а там Header Navigation ну да то есть вот в каком разделе хранится все правильно то есть я как бы вот тут немного буду спорить но во всем остальном дальше статья очень прикольная так вот и вообще ему не нравится например Style Sheet который называется General в котором или Base в котором есть но ему нравится Grid Несмотря на то что Grid и General это как бы ну немного и проразное будет но я согласен что назвать Grid Grid это как бы логично Yo Welcome он еще пишет пожалуйста он нам такие ценные советуют типа пожалуйста да Alphabetical Rules он говорит о том что вот это круто я всегда думал когда что писать где это блин я согласен я раньше использовал есть такая Tool Size CSS Comb причем даже русскими людьми сделано я сейчас даже ее покажу нашим уважаемым подписчикам я правда черт точка рута я зря написал точка ком все-таки хотя может быть какой-нибудь I.O. я сейчас просто загуглю в гугле простите за тавтологию CSS Comb .com да неправильно писал короче говоря хреновина которая говорит вам о том в каком порядке что ставить что сначала должна быть блочная модель потом там должны быть цвета в самом конце должен быть текст и так далее но я предпочитаю использовать немножечко другой стиль а именно по алфавиту после того как я использовал тоже CSS Comb по алфавиту все-таки проще это настолько настолько на детском таком уровне на организменном да на организменном уровне прям что в итоге вот так вот потому что блин в блоке ты должен искать а где там что у меня маргин то в первом блоке или во втором там у меня а тут сразу до М дошел да то есть может быть для кого-то не так это работает но вот лично для меня в итоге так сработало и правда псевдоклассы естественно все в конце но типа псевдоклассы тоже по алфавиту сначала автор потом before потом хувер или active первый в зависимости от чего у вас как хотя я обычно before все-таки перед автором делаю он же все-таки before но да то есть тут тоже это все такое но если думать о том парне о том пацане который через два месяца будет это читать может быть по алфавиту будет все равно прикольнее если только вы до этого 10 миллионов лет не писали before перед автором и у вас как бы на подкорке не отразилось более лучшие комментарии как более лучше одеваться нужно писать оказывается не писать в одну строку комментарии а писать несколько строк разделять черточками это прикольно это правда это интересно это красиво и можно даже использовать такие комментарии с наклонными палочками которые не конвертируются в css они только в сасе остаются именно две наклонные палочки в css конвертируются только те которые со звездочками ну вот тут написано еще main navigation вот так вот аске кодом практически это типа прикольно конечно но вот можно лучше уже не переусердствовать это он нам как пример овер дизайна опять же говорит еще он пишет о линейных комментариях которые после прям правила то есть вот z-index 14 и тут написано типа а вот нужно чтобы был меньше 15 потому что она зарезервирована для глобального модального там окна вот это реально круто на самом деле крис коер всегда нам говорит что не нужно использовать магические цифры в css то есть те цифры которые непонятно откуда взялись просто потому что тут взглянул какого хрена тут именно 25 пикселей точнее даже не 25 23 даже не 9 9 9 да почему 16 с половиной процентов здесь то есть вот эти вот магические цифры их лучше не использовать вовсе то есть или в переменные как-то это все инкапсулировать и один раз там в зависимости от вертикального ритма все отступы менять там на 10 на 20 пикселей и так далее там на пол ема но если вы их уже используете то хотя бы закомментируйте что здесь надо меньше 15 потому что пунктуация всегда делайте точки с запятой то есть знаешь есть любители в конце последнего правила то есть вот есть у тебя большой statement в нем точнее в одном большом правиле есть 5 свойств там border background margin padding и в самом конце font там текст и ты у самого последнего не делаешь точку с запятой просто потому что можно перед закрывающим кудрявой скобкой лучше все-таки ставить вдруг кто-то захочет что-то потом добавить это тупо и здесь кстати автор ему не нравится stylus и оригинальный sas синтаксис в котором просто табами все сделано потому что непонятно все висики вот такие остается особенно если вдруг у тебя правило занимает больше 20 строк ты уже проскроил что там началось ты уже не понимаешь где что заканчивается и ну правда реально пишите в комментариях если вам больше нравится indented синтаксис вот такой как когда табами все сделано но мне почему-то кажется что таких комментаторов будет немного потому что блин это отвратительно согласен вот сорс мэпы нужно прикреплять я всегда это делаю в рабочих своих проектах и для css и для javascript все складываю в один мелкий файл но оставляю сорс мэп в котором написано как оригинальная структура была в scss файлах чтобы можно было посмотреть в каком конкретном модуле нужно исправить ошибку я писал на самом деле видос даже как работает с сорс мэпами поэтому посмотрите он здесь тоже справа сейчас покажется обязательно и да это круто но написано что в конце концов типа в любом случае все остается на ваше усмотрение бла-бла-бла организуйте думайте о других разработчиках делайте читабельный код переходим к следующей теме так а следующая тема у нас тоже с роемру между прочим нам ее конечно еще и просто предложили в паблике но я хочу как-то вот с заводочкой начать let's encrypt бесплатный https сертификаты для всех вышел в стадию публичной беты я не помню мы говорили в каком-то из подкастов около полугода назад про этот сайт или я просто где-то в твиттере или в лентах видел что они собираются что-то делать ну короче говоря это сайт на котором будут везде раздавать бесплатные ssl сертификаты так здесь ты уже должен не я уже а как они проверять это будут всех этих людей ну через почту через говно то есть там ну само собой надо будет зарегистрироваться и так далее то есть наверняка будет какая-то проверка опять же на владение доменом ну то есть допустим хочешь ты на домен uwebdesign.ru получить сертификат ты должен паспорт нажать на код подтверждения который тебе придет на почту типа там work-sobaka-uwebdesign.ru кстати пишите на эту почту предложение о работе там деньги туда шлите и так далее просто причем на электронную почту деньги так вот то есть чтобы подтвердить что домен стопудово твой то есть ну обычно так проверяют ну и кроме этого минус заключается в том что всего на 90 дней выпускается сертификат то есть обычно все-таки на год на 2 на 3 а тут всего лишь на 90 дней то есть даже если один раз и кто-то там что-то как-то получил то и не жалко понятно они кстати приложили у титулзу на гитхабе github.com let's in script let's in script это клиент который автоматически будет получать новый сертификат ну и типа его подставлять то есть типа можно автоматизировать для разных ну здесь для патча показана инструкция типа для для разных веб-серверов получения и настройку этих сертификатов то есть вот вот так вот ну слушай это как-то удешевляет сам по себе HTTPS это раньше же было вообще для элит но есть же несколько уровней сертификатов то есть есть просто HTTPS как у нас на ювеб-дизайне с тобой а есть такие как у твиттера где прям имя компании зелененьким подписан то есть там корпоративный HTTPSSL сертификат и он конечно же остается платным остается уделом крутых чуваков и в чем мулька таких корпоративных сертификатов его можно один получить на все поддомены то есть так у них есть twitter.com dev.twitter.com blog.twitter.com у них прямо на все эти поддомены действует один вот этот корпоративный сертификат а нам придется с тобой заморачиваться и на каждый поддомен которых у нас пока и нету по отдельному сертификату и так далее то есть тут все равно из песни слов не выкинешь это останется самый базовый СССР сертификат но тем не менее многие кто много кто уже может попробовать это бесплатно и сервис намного скажем приятнее и интуитивно понятнее чем например старт SSL через который мы с тобой получили бесплатный сертификат поэтому да пишите в комментариях если собираетесь пользоваться Let's Encrypt мне уже в чатике писали чуваки что получили реальный сертификат что все работает и все хорошо то есть есть реальный фидбэк так окей кстати одни из главных спонсоров Mozilla Cisco Facebook Automatic между прочим говоря WordPress больше никого интересных не заметил ладно переходим к следующей новости хакеры Anonymous обвиняют американскую компанию Cloudflare в защите сайтов IG запрещенной в России экстремистской организации хакеры из группы Anonymous обвинили компанию Cloudflare в том что она защищает от кибератак интернет ресурсы которые используют для пропаганды вербовки сторонников группировка исламское государство запрещенной в России террористической организации так вот а видишь в чем обижаются активисты Anonymous что Cloudflare не дает им дедосить сайты ИГИЛа то есть Cloudflare кто не знает это такая типа CDN вместе с DNS адресами то есть комплексная система по защите сайтов в которую ты ее NS сервера прописываешь и она уже защищает тебя от дедоса показывает кешированную версию твоего сайта и так далее то есть в принципе очень много штук делает ну и да все очень сильно и жестко кеширует там можно настраивать в зависимости от бесплатности платности твоей подписки на Cloudflare и в том числе кстати HTTPS там можно сертификаты получать короче говоря это такая комплексная штуковина я пользовался в свое время но гибкости там очень мало получаешь и все настолько жестко кешируется что просто вот на этапе разработки использовать Cloudflare вообще нереально а на этапе работы просто на этапе так скажем продакшена ну хрен он знает в общем такая странная штуковина но вот а как вот Cloudflare скажем 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 как-то странно люди просто недовольны тем что чуваки сделали такой сервис то есть как бы сервис просто люди используют этот сервис ну блин ну вы не можете взломать ну все ну вы лохи я не знаю такие вы хакеры из группы анонимус да то есть ну вообще ну странно я не знаю то есть как бы блин чуваки сделали а эти чуваки оплатили под Cloudflare или что да у ИГИЛа возможно самый платином пакет вот именно поэтому ну блин ну что поделать а если они дропбоксом пользуются что дропбокс будем так же ну вот я согласен причем Cloudflare это должны именно как комплимент воспринимать потому что вот основатель Cloudflare Мэтью Принц отверг обвинения и назвал их диванной аналитикой также заявил что компания не заинтересована ни в какой помощи в техподдержке отвечает мы работаем по принципу реверсивного проектирования у нас нет администраторских полномочий чтобы отключить сайт от наших услуг ну вот вот да Cloudflare на самом деле молодцы и раз они сделали только да активисты анонимус пишут они это явно делают ради денег они могли бы отказаться а люди в принципе хорошие продукты не ради денег же делают действительно они могли бы отказать сторонникам ИГИЛа во вслужении сайтов но они на этом зарабатывают они как дети жалуются честное слово я не могу это смешно так дальше ты пошел отлично так новости социальных сетей мы поговорили про разработку да но новости социальных сетей и кстати говоря переходя от Cloudflare который типа помогает Telegram же тоже там были обвинения что они типа помогают и всякие ребята ну просто да что те же самые ИГИЛовцы в Telegram группу создают вербу через Telegram всяких подписчиков ой господи подписчиков наших родных как сторонников вот да не ну подписчики нормально тоже короче Дуров офигел от того что WhatsApp начал вязать ссылки на Telegram он видимо самый первый запалил это и у него бомбанул опять же ему стало известно стало известно точно так вот тут у нас есть скрин WhatsApp чатика что любые сайты типа mobile.me там любые .me домены нормально проходят ссылка в WhatsApp допустим Telegram.me не проходит Telegram.org не проходит воу тут еще написано так вот то есть WhatsApp как и другие социальные сети с другими социальными сетями типа как Twitter с Instagram да у них там тоже войны постоянно помнишь была тема что Facebook выкашенные ссылки блокировал нам так и не удалось воспроизвести сейчас не блокируют но вот как-то было может быть они опять на Ирландии и на Турции сначала пробуют блокировать выкашенные ссылки ну кстати да и вот мне интересно есть ли вообще дело WhatsApp ну это как бы дело Facebook получается до Telegram то есть я сомневаюсь что Telegram сейчас может конкурировать с WhatsApp ну по количеству людей по крайней мере используемых но хочет но хочет да и вот они оскорбляются потихоньку на всякие вещи от WhatsApp ну я не знаю даже что здесь еще сказать можно ну можно сказать что Дуров вот тут написано что еще в 2011 году когда еще под руководством Дурова был ВКонтакте закрывал доступ к файлообменнику Mail.ru по словам основателя соцсети делается потому что Mail.ru безвкусный склад вирусов и вариза вот теперь Telegram это безвкусный склад вирусов и вариза поэтому и ИГИЛ запрещенный в России экстремистской организации да 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 поэтому а что вы хотели да и в принципе сейчас ВКонтакте запретил пользователям отправлять ссылки на Инстаграм после того как они свой снэпстаграм или как там снэп да 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 что-то такое то есть этим все грешат на самом-то деле я считаю что имеют право в конце концов далее у нас небольшая новость про гугл и про то что гугл грешат блин новостями которые блин не работают в России короче google image search now lets you save photos to your browser самое главное что громкая новость опять же во-первых то ее браузер можно сохранять картинки google картинки только на телефонах это только в US доступно пока что так на всех мажоровских мобильных браузерах iOS да на всех мажоровских то есть на iOS ну и на нет на андроидах тоже я имею ввиду в каких-нибудь там операх мини может быть нельзя кстати в google chrome может быть на firefox iOS уже тоже можно мы недавно как раз про него говорили кажется неделю назад ну как бы то есть такой функционал будет как в пинтересте как я понимаю ты вообще просто нажимаешь и просто можешь добавить но ты обязательно должен быть синхронизирован авторизирован с помощью google учетки естественно потому что ты там будешь создавать коллекции можешь создавать коллекции из картинок я вот самое главное это же вообще крутая тема то есть люди которые смотрят google картинки они наверное процентов 50 сохраняют себе какую-нибудь из картинок когда с телефона да или сохраняют ссылку как минимум ну вот вот с телефона я точно всегда google картинки смотрю возможно чтобы сохранить и кинуть в телеграме запрещенном поэтому поэтому блин это крутая тема и бы стоить бы не только в US и вообще бы сделали бы это нормально и без логина еще в учетку а то они опять в google plus вы хотят это все пушить я знаешь еще что подумал что они вот немного не для миллениума задизайнили потому что только на мобилах а я хочу потом к этим коллекциям доступ с компьютера я об этом же и говорю что да быстрее бы и на компах тоже сделали потому что как-то ну слушайте это прям не по человечески тут что за элитный экспириенс только на телефонах там ну как-то ну ладно аккаунт аккаунт реально это обоснованно то есть ну чтобы у тебя как-то к чему-то это прикреплялось и хранилось это ради этого только и делали чтобы потом опять же на google plus все шарилось ну google plus после того как они редизайн сделали им ничего шарить уже бесполезно все говно у нас дальше снова причем про вконтакте и про войны так даже не то чтобы про войны а про то что вдруг я кстати испугался когда ты мне вообще показал но ты можешь прямо начать хронологически сначала зачитать кусочек исходной новости она тоже была сегодня это все за один день произошла да вконтакте откажется от хронологической сортировки записей во френд ленте вот такой заговор и как бы я вот когда такое узнал я думаю ну блин это что будет как в фейсбуке я вот захожу и вижу недельной давности посты которые просто залайканы там или какой-то бред это просто типа то что фейсбук считает что тебе понравится знаешь как в твиттере теперь есть блок пока вас не было на телефоне и несмотря на то что меня было весь день да меня было просто с компьютера это с телефона меня не было с компьютера я был и там тоже не хронологически типа самые твиты которые от тех людей которые я больше всего лайкал там до этого и так далее прям вот тут вот вк типа должен был бы сделать что-то подобное да то есть посты не будут располагаться в хронологическом порядке они будут практически хаотично как придумала соцсеть вам выдавать ну в новостях то есть если ты в наш паблик зайдешь то там все-таки хронологически то есть это именно в новостях так вот я прочитаю еще раз вконтакте откажется от хронологической сортировки записей во френдлине в скобочках не откажется так вот представитель пресс-секретарь ВК Георгий Лобушкин опроверг написал что СМИ пишут что мы изменим предизоформирование главной ленты новостей это не так мы не планируем менять хронологический порядок записей ну я вот честно рад вот что они не будут менять потому что ну это правда это блин неудобно и это блин но я понимаю что им так больше для рекламы сразу там конверсия все нажимают и сразу все классно но но мне кажется наш пользователь не готов хорошо не наш даже пользователь вот у меня батя он вот просто презирает фейсбук и одноклассники хотя так твой батя есть наш пользователь то есть он и там и там у него есть аккаунты реально это громкое слово у него есть аккаунты у него там есть даже друзья везде он даже меня недавно на фейсбуке в друзья добавил да но он не может вот из этого автоматического пузыря жизнь внутри автоматического пузыря он не может вообще ничего не понимает а вконтакте все нормально он видит новости смотрит что-то лайкает даже возможно Георгий Лобушкин подумал про твоего батя в тот момент и вот он он него уже ногу руку занес над красной кнопкой в чемоданчике смеетесь хронологически фейсбук потом смотрит Александр Петрович и у него промелькает прям перед глазами та-да-дам та-да-дам та-дам та-дам и он такой блин нет чуваки во что мы превратились ну да да ты представляешь сколько будет реально постов типа Паша верни стену и так далее ну да Паша верни френд ленту ну тихи только уже не Паша а Жора ну я понимаю что это всего лишь пресс-секрета да и будет Усманов верни как бы mail.ru грубже да ну окей что переходим к WordPress разделу да уж WordPress REST API и озабоченности вокруг безопасности озабоченные про WordPress да прям сразу с озабоченной новости начнем как вы знаете в WordPress 4.4 внедрят базовую инфраструктуру WordPress REST API в WordPress 4.5 включат уже так скажем практически все завершающие штуки и вот здесь прям красиво так написано а добавление подобного функционала подняло пару бровей так хорошо хоть бровей подняло пару ну ты понимаешь да что типа так одна бровь поднялась типа скептически что а вдруг сейчас вот там опять WordPress же такая дыра сраная бесплатный WordPress платный WordPress нормально а тут бесплатно которым Платона сделали это же типа такая дыра а что же теперь будет с REST API ну надо здесь нашим подписчикам сказать кто не знает хотя у нас же все гении и хотят чтобы мы учили а не просто базарили да REST это Representational State Transfer короче говоря клиент серверный протокол по HTTP передающийся в котором можно запросить у сервера какую-то информацию он тебе вернет в удобном виде там в виде JSON или чего угодно короче говоря WordPress REST API делает доступным ваши WordPress сайты как веб-сервисы то есть он лежит спит и только в тот момент когда к нему доступились он отработал запрос отдал и дальше сидит спит так вот с помощью таких запросов можно не заходить на сайт через браузер но получить уже с него информацию ну все мы получали информацию мы же здесь квалифицированные разработчики с Google Card например с JSON API с любых других публичных API там даже у Craigslist по-моему он есть то есть там у 3хауса на который мы делали обзор я получал через JSON API данные о тех бэджах и тех курсах которые я прошел то есть там баловался просто их в сайдбаре отображал здесь кстати есть статьи в Википедии прямо для тех кто типа не в курсе что такое REST протокол что такое веб-сервис так вот как работает WordPress REST API вы заходите на сайт на котором он доступен и пишите slash vp.json и там просто вам сразу прилетает базовый JSON файл в котором есть name, description, URL и так далее базовая информация про ваш сайт тут просто я прям скриншот зачитываю то есть оно видно что вот так вот все прилетает типа можно там vp.json slash vp.versia2.post запросить последние посты то есть там будет большое количество возможных вариантов запросить посты только такие-то только такой категории и так далее ну то есть можно себе представить что получив такую информацию можно абсолютно как угодно ее расположить то есть это может быть даже там Angular Single Page Application в которое получает посты апдейтит какую-нибудь информацию про них то есть целый новый мир мы уже неоднократно в этом подкасте об этом говорили что WordPress ждет прямо перерождение вот с этим API может где-то наверное полгода уже об этом REST API да но тут просто вот он в релизе 4.4 уже его зачатки будут и еще и Calypso сделали в прошлый раз потому что в Jetpack уже полностью есть вот этот WordPress JSON и Calypso как раз нам явилось примером того как можно круто сделать если использовать ну чес да да так вот здесь пишут что в принципе никаких security консернов не должны быть не должно быть нам много часто кстати пишут по поводу иностранных слов никаких озабоченности по поводу безопасности не должно быть потому что любая информация которая возвращает WordPress API она публичная то есть название сайта его description и так можно спарсить все посты и так можно спарсить все вещи которые касаются редактирования постов или там апдейт обновления пользовательского профиля только с помощью аутентификации решаются то есть в любом случае нужно будет отправлять какой-то код там зашифрованный и так далее чтобы чтобы злоумышленник не получил такую информацию и не мог манипулировать но типа но сейчас нам скажут что чем больше плоскостей в которых можно атаковать WordPress тем больше его и будут атаковать да это правда но что теперь не делать что ли ничего для особо боязливых есть пару фильтров можно включить чтобы они отключили REST API например то есть ну это вопрос просто того что обновляйте WordPress вовремя если вдруг какие-то ошибки там будут то Security Fix выпускают достаточно быстро то есть там будет 4.4.1 какой-нибудь в котором закрыли там самую важную дыру вас конечно успеют что-нибудь угнать но блин лес рубят щепки летят это называется ну да поэтому пока не уверены что все дыры закрыли запретите себе REST API когда обновитесь на WordPress 4.4 чтобы никто к вам не мог доступиться и задодосить вас и Cloudflare наверное используете ха-ха следующая новость ранние обзоры показывают о том что приложение типа Calypso это будущее WordPress понял да 30 ноября о чем Сара Гудинг сказала мы до полгода с тобой уже об этом говорим но мы ведь только говорим мы не учим если бы мы учили эти полгода как делать приложение типа Calypso то у нас бы больше вес был как у экспертов а какие мы мы диванные эксперты же ладно я вообще на самом деле эту новость приложил потому что Сара Гудинг из декрета по ходу дела вышла и начала старочить да меня в основном только это интересовало здесь но тем не менее короче говоря Мэтт Мулинвек пишет что я не считаю что Calypso это целый новый WordPress там перезапуск WordPress это один из способов мы просто показываем комьюнити как можно а комьюнити говорит а че так можно было что ли вот комьюнити показывает как можно было just one example of what is possible with WordPress вот поэтому кто-то он пишет что вдруг кто-то что-то лучше сделает чем Calypso но тут лукает я думаю ну да старый черт в конце концов он не ожидает они-то тоже на месте не сидят поэтому да короче говоря Сара здесь же нам приводит несколько примеров типа StoryCorps NomadBase Wired.com LiveBlog это уже приложение которое давно использует REST API то есть он же как плагин это тоже уже доступен целый год там около того говорят про us2.com и это вообще на реакте сайт сделан причем еще и open source на гитхабе то есть вообще это комьюнити вот мы полгода говорим а комьюнити уже делает давно есть достаточно количество крутых таких всяких решений которые тоже уже сделали с помощью этого REST API поэтому пишите в комментариях если вы закроете себе REST API побоитесь но да кроме этого сам репозиторий Calypso он прям сейчас очень трендинг на гитхабе то есть если зайти на github.com трендинг я не знаю сейчас есть или нет там во-первых Apple Swift open source мы кстати в этом подкасте это не обсуждаем как они обещали осенью open source или но как бы что нам об этом говорить там мы не специалисты мы не свитеры да нет Calypso похоже уже все вылетел из трендинга трендинг вон you don't need jQuery к слову о хайпе и хейтинге jQuery да все больше больше нету но тем не менее пишите что вы думаете про будущее вордпресса а мы пойдем дальше новый плагин называется The Force Feel the Force мне нравится у тебя подпись ну я как-то я на память писал как называется плагин оказывается он The Force просто называется но Feel the Force тоже эпично он будет постить вместо Hello Dolly который постит цитаты из песенки Hello Dolly Hello Dolly так вот он постит цитаты из Star Wars Star Wars да блин ну я не знаю более гениального плагина по-моему не придумать тут еще тут еще Чубака тут вообще все тут фразы прям гениально очень четко чувак который сделал этот плагин Raw Hit Mod Vani я видимо какой-то индус хочется сказать сраный но не буду сейчас просто он крутой он придумал такую хрень надо было придумать надо было придумать видишь сейчас фильм просто выходит не безызвестный давай просто сидеть и как только фильм надо было перед Джеймсом Бондом да Бонд Джеймс Бонд да Мартини взболтайте не всмешивать по-русски причем причем по-русски ты же на английский манер же говоришь да ну короче говоря это прикольная тема надо было делать но мы видишь базарим и не делаем опять же так мы априори не могли more restful vp CLI kickstarter campaign подняло 187% денег vp CLI это очень крутая тулза которая позволяет админить вордпресс из командной строки ну и соответственно пишать писать shell скрипты для этого дела для этого дела конечно еще нельзя писать shell скрипты но для администрирования вордпресс можно мы кстати видос даже снимали про vp CLI посмотрите он здесь справа сейчас появится а Даниэль Баххубер который написал его он на кикстартере целую компанию взял что типа сейчас даже позволю себе найти эту кикстартерную компанию он уж на 187% ее закрыл да да во-первых там сколько тут первый же день там что произошло не знаю даже сейчас посмотрим уже закрыто уже закрыто 32 тысячи долларов написано 17 тысяч с половиной он хотел да а поднял 32 и 8 почти 33 тысячи долларов на вордпресс что-то еще собирают так естественно то есть не собрали ни хрена да я помню кстати смешно ну это потому что про фильм хотели просто базарить а тут чувак хочет делать вечно с красной линией про то что надо не базарить а делать ну да так вот это будет вот этот vpcli то есть консольная тулза которая через rest api умеет общаться точнее с сайтом через фу нахрен можно будет в консоли прям тоже общаться с rest api возвращать всякую штуковину и так далее плюс он написал что за каждые лишние 100 долларов которые занесли он потратит целый час разработки офигеть то есть ты представляешь насколько ему сейчас на 170 часов я так понимаю больше будет загружена ну что теперь я могу сказать придется отрабатывать не знаю где он там счетчики будет публиковать и так далее но короче говоря вообще смотри 100 баксов в час примерно 30 процентов уходит к кикстартеру то есть он себя оценивает в 70 баксов в час ничего да такой фрилансер всем бы так я согласен он нормально устроился переходим дальше к тем кто еще нормально устроился именно к яндексу А еще нормально устроились Яндекс Клавиатура, которые выпустили недавно приложение для вашего iPhone, которое вы можете установить и с помощью Яндекс Клавиатуры делать такие штуки в ваших чатах, именно в чатах. Я подчеркиваю, что вы можете, во-первых, вам добавляется новый функционал, который просто, блин, гениальный функционал. Вы пишете слова, которые вам подставляют вместо слов еще и эмодзи всякие. Потом вы можете гифки кидать прямо из клавиатуры, вы можете, короче, нарисовать картинки, вы можете карты оставлять, можете переводить сразу слова переводчикам. Об этом, обо всем написали в блоге Яндекса, про то, как они выпустили клавиатуру на все случаи жизни. Но после того, как они ее выпустили, оказалось, что, оказывается, для клавиатуры для этой нужно давать доступ практически для всего. И после той громкой новости о том, что Яндекс.Навигатор вас слушает в период того, как вы его включили, Яндекс.Клавиатура тут уже как бы настораживает, что она там будет снимать у вас, какие отпечатки ей пальцев и так далее, и так далее. И какие гифки вы там отсылаете. Вообще, мне нравится, что он пишет привет, и хоп тебе эмодзи руки. Я согласен. Но тут в комментариях, к сожалению, пишут, что не только эмодзи руки можно слать, но вот, допустим, эмодзи говна не подставляется. Какашки. А может быть, он говно, как я, через А пишет, а не через О? Или она? Или надо что-то плохое писать. Просто сегодня наступил В и там... А, ну это уже за Apple. Это они должны уже там умные. Эти же подстановки изначально Apple придумали. А, да? То есть они используют эти подстановки Apple? Да, они используют тот же интерфейс. Я вот, Apple-овские подстановки, они реально уже даже на русском начинают работать. Там пишутся, скучаю по, и там подставляют там тебе, бухлу. Там вот такие варианты сразу автоматически. Ему, ее. Да. Окей. В общем, Яндекс.Клавиатура. Напишите, если вы используете, напишите, какие данные они у вас своровали, и почему вы сейчас сидите без данных? Да, тут просто я смотрю сейчас непосредственно в iTunes Store, оценка средняя 4 звездочки. И это неплохо. Обычно вот тут таких штук, которые прям выходят, которые везде пишут, у них один уже потом, одна звезда. Которая хейтит. Да, а тут оценок 1238 достаточно много, с учетом того, что она вышла 2 декабря, то есть 5 дней назад. И тут вот есть супер-клавиатура, рад, что подставил. Ну, кстати, знаешь, вот эта, блин, Хейн, она как раз для Миллениума. То есть вот эта штука, она прям вот для... Я прям вижу, как Яндекс.Клавиатуру ставят все... Яндекс.Дети, как голос.Дети, да? Да-да-да. Нет, мне просто... Я вот никакие клавиатуры на iPhone не ставлю. Мне кажется, это удел андроидов, вообще андроидоманов. Твики. Да, вот эти твики. Это все осталось тогда, когда я еще jailbreak'ил себе iOS 3. Back in the days, хочется сказать. Так вот, и я ставил только одну клавиатуру, Fallout-клавиатуру из приложения Shelter. И она, блин, у меня сильно лагала, и вообще как это говно. Просто худший experience. Напишите, кстати, если лагает, вдруг вы гифки посылаете, а не отстой. Да, котики там, сиськи. Так, окей. Переходим к следующей статье в разделе у нас корпорации. Так вот, Slack Down, как Enemy Down. Как Officer Down. Officer Down! Officer Down! Так вот, Slack Down. И, в общем, недавно такая система, как Slack, про которую мы уже много-много говорили... Офицер вниз. Офицер вниз. Сделала вниз, на самом деле. То есть она упала на несколько часов. И в статье на Medium ребята, которые, я так понимаю, работают в поддержке, я так понимаю, именно занимаются работой с аудиторией, отвечают, как они вспомнили social media. Нет, пишет Jason Mix, он просто стартапер, бла-бла-бла. И он восхищается просто Slack'ом, и все. А, не восхищается, да. То есть в тот день, когда все упало, естественно, охрененно много запросов пошло в Twitter. И все начали писать, типа, блин, что вообще случилось, и так далее. Все начали возбухать. И ребята из Slack смогли ответить, и тут даже есть график, где они по 60 тысяч сообщений, они настрочили в Twitter, да, как я понимаю, за... Две тысячи... Треться, стоп. Две тысячи триста tweets за 10 минут. Да, около 10 в минуту. А, за 10, да, около 10 в минуту. По хэштегу SlackDown. Вот, поэтому, блин. И можно посмотреть, как у них выросли сразу сообщения, как у них, кстати говоря... Половеры выросли. То есть к ним и поверили сразу, я тебе скажу. И сразу их, как бы, понравились они всем. Ну и, возможно, даже SlackDown, они специально писали, и это же... Ты же понимаешь, что, возможно, в какие-то топы попало этот хэштег. И все начали переходить, опять же, и фолловить их. Они, возможно, даже сами обрадовались, что у них Slack упал. Да-да-да. Но, по крайней мере, чуваки из медиа подсуетились очень круто. И сделали это в плюс. Я вот прям здесь смотрю на скрине чувака. Его, кстати, фолловит Slack, несмотря ни на что. Хотя он 71 тысячу фолловит людей, так что не мудрено. И там прям одну секунду назад, 14 секунд назад, 26 секунд назад. Реально быстро. И тут он пишет, типа, такое ощущение, что целая команда людей там пишет туда-сюда. И вот мне лично интересно, как ты думаешь, что эти люди между собой договорились? Вот так, я вот на этот твит отвечаю, а ты вот этому? Вот как? А представляешь, короче, если это все программеры сразу... А, ну ладно, у нас ничего не работает, пойдем хоть в твит-тейп, и пишем, и, короче, вся команда разработчиков нет, чтобы баги править, они пошли. Так нет, это понятно, но это не объясняет, как программеры между собой будут договориться, кто на что отвечает. Ну вот, я как-то думаю, возможно, короче, у них какая-нибудь модная хрень, которая тикеты прям распределяет. Но это что-то сильно круто, да? Ну это прям тогда, опять же, им должное надо отдать, они гении крутые. Да, ну в общем, вот так можно выгоду извлекать, а у нас блока про корпорации, вот так можно тоже делать. Apple X золотой Gigaflops. Так вот. Кстати, опять же, на Medium. И, кстати, в одной и той же коллекции, я только сейчас заметил, стартапы, Wanderlust и Lifehacking. Блин, нам надо было тоже назвать этот раздел стартапы, Wanderlust и Lifehacking. Не знаю даже, как Wanderlust переводится, пока ты будешь сейчас зачитывать фактуру, я посмотрю в переводчике. Да, фактура, блин, на самом деле интересная. Золотой Gigaflop это то, что Apple, то, чем Apple раньше гордилась, тем, что у них выдает Gigaflop, какое-то там определенное количество, то есть один Gigaflop или вот именно сколько-то там Gigaflop, выдают их братцы, и они раньше этим очень сильно гордились, что мы забудем о Мегагерцах и будем говорить о Gigaflop, с ним будем думать. Да, был просто момент, когда у PC-шных компьютеров было в два раза больше Мегагерц, и они тут говорят, вы забудьте вообще про Мегагерц, и главное это Gigaflop, со сколько операций в секунду. Я быстро поведу аналогию, точно так же Стив Джобс говорил про Мегапиксели. Забудьте про Мегапиксели, главное, сколько фактически света проходит на сенсор, и типа поэтому у iPhone по-прежнему 8-мегапиксельные камеры, а не 15-100500-ные, как у Nokia. Хотя Nokia даже уже нет. Ну ладно, извини, я перебил. Так вот, да, то есть именно Gigaflops показывают максимальное количество вычислений, которое может сделать Proz на самом деле. Поэтому, типа принято Apple было мерить в Gigaflops, чтобы, ну, во-первых, это, я думаю, и маркетинг, как минимум. Ну это прикольно, да, они сместились на что-то другое, и все, а вообще Flop это Floating Point Operation, одна операция с плавающей точкой. И 1 миллиард операций в секунду это Gigaflop. И на самом деле даже хочется как-то сразу спросить, а что вот это к реальным вообще имеет отношение? Вычисления? Ну то есть, да, это же бенчмарк. То есть вот просто операции, да, работают. А фактически-то меняется от этого что-то или нет? То есть мне кажется, это 100% маркетинг. Потому что сейчас больше всего Gigaflops выдают видеокарты. Из-за того, что там много отдельных CUDA-ядер, ну вот на Nvidia-ских видеокартах, например. Да, тут вот написано, 6 тысяч Gigaflops выдают Nvidia. Да, с учетом того, что обычные компьютеры выдают там порядка 60-100 максимум. То есть ну просто настолько... Но никто не скажет, что видеокарта способна заменить полноценный компьютер, потому что есть типы операций, которые видеокарты с их параллельными 100 тысяч миллионами ядер не решат. Ну да, причем они тоже математические, кстати говоря. То есть вот кто с паяльником сейчас сидит нас слушает, напишите, пожалуйста, чем конкретно процессор лучше, чем VidyaHa именно считает. То есть там какие-то тоже математические темы, я вот не помню. Ну там много кэшей именно в одном процессоре, а у VidyaHa нет никаких кэшей. Там только оперативка, и все эти ядра все равно будут в оперативку складывать и будут ждать оперативку. Быстрые операции не произойдут, поэтому тут ну как бы много деталей. Но новость-то и не об этом. Новость о том, что теперь Apple почему-то не раскрывает свои гигафлопсы, но тем не менее мы знаем, что их линейка продуктов все еще сохраняет примерный объем гигафлопсов. Вот этих вот. Да, 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 да. То есть начиная с суперкомпьютера, который они купили непонятно за хрен. Ты, кстати, показываешь картинку, как выглядит красная хренадинка? Да, да, да. Есть легенда, что Стив Джобс зашел просто и купил такую хрень. По приколу. И так до сих пор никто и не понимает, зачем они купили тогда вот такой вот типа суперкомпьютер, который гигафлоп выдавал в 1986 году. Да. И вот у нас по годам здесь расписано, какие были устройства, какой объем они занимали в принципе, то есть сколько, как они выглядят и сколько они действительно... Физический объем. Да, физический объем. И есть дальше графики. Мы посмотрим, как двигались. То есть это все примерно выдает, примерно количество гигафлопов одинаковых. Угу. Вот. И мы двигались от большого вот этого суперкомпьютера красного и двигались аж к Apple часам. И примерно, то есть размер уменьшался, а гигафлопсы оставались одинаковыми. То есть теперь в часах это примерно столько же, сколько мужик на красном диване сидит. Да, и это называют Apple-овским золотым гигафлопом. То есть как бы... Как золотой стандарт. Да. Да, мера весов, мера определения, так скажем. Ну вот, на протяжении вот этого всего, когда появились сначала айфоны, а потом вдруг хоп и айпады, по идее график немного сместился, потому что айпад все-таки побольше, чем телефон. Вот. Но если распределение сделать... Что айпад вышел немного, так скажем, опоздав, что он был должен был до айфона выйти, типа по аналогии, то тогда аппроксимация прям верна или интерполяция. И они здесь добавляют специально продукт 1, продукт 2, как бы продолжая наш график, что продукт 1 будет еще меньше по размеру, но также гигафлопсов выдавать, и продукт 2 еще меньше по размеру, чем продукт 1. Вот. И тут вот рассуждают о том, что, скорее всего, продукт 1 это будет что-то типа носков. Ну, 2,5 кубических сантиметра. Да. А продукт 2, может быть, будет какое-нибудь там кольцо или материя вообще, то есть... Ну, такая штука, которая будет выдавать. Представляешь, что у тебя кольцо будет выдавать гигафлопсы? Да пусть выдает, что делать-то оно будет. Вот чем делать, оно будет. Воровать мои данные, как Яндекс-клавиатура. Да-да. Там только одна Яндекс-клавиатура будет установлена. Вот. Ну, здесь пишут про брошь, может быть. Может быть, что-то такое, типа аксессуар. Ну, это слушает, опять же, к Джеймсу Бонду, скорее всего. Там какие-нибудь взрывающиеся ручки. Да. Я, например, разрушительный легенд проверяли легенду про взрывающуюся ручку. Это физически невозможно. Нету столько... Даже самая крутая взрывчатка, там, С4 или другие пластиты... Ты что начал? То у нас сегодня подкаст какой-то опасный. Она не вместит... Так мало не бомбанет. Короче, чувака пополам не разорвет от такой ручки. Понятно. Ну, здесь пишут, да, что в комментариях, как мы знаем, иногда важнее всей статьи бывают комментарии. И тут вот пишут Ай-Ай. Например, Ай, в смысле Ай с точкой, и Ай, в смысле глаз. Да, Ай-Ай. Ай-Имплант, короче говоря. Ладно, переходим к следующей новости. Прикольно, прикольно, да. Следующая новость про Титаны Ай-Ти. Мне нравится, что Титаны Ай-Ти у нас заголовок, а на самом деле новость-то про энергетику. Да. Так вот, заголовок так звучит. Титаны Ай-Ти инвестируют в революцию возобновляемых источников энергии. Вообще, тут немного надо сказать о том, что Марк Цукерберг вот на этой неделе как-то сильно много понтуется. Он, во-первых, тем, что... Он, типа, надо было нам такую громкую тему. На этой неделе Марк Цукерберг сильно много понтуется. Ну, реально, то есть была новость про то, что он там отдаст какую-то кучу своих денег на какие-то пожертвования и так далее, и так далее. Все, естественно... Так, блин, ну Марк, ну молодец, столько заработал, еще и все отдает. Ну, такой, на самом деле, если там прочитать в новостях нормальных, причем в таких, в американских... То он отдает только с условием возврата. Там нет, там написано, во-первых, что он никогда текст не платил. То есть он никогда не платил налоги, там, и т.д. То есть он, в принципе, должен уже бабки отгружать, начать когда-то. Ты имеешь в виду по-блатному, ты, если ты это, ты уже должен. Ты уже должен, да, привой, вот. И там, значит, он так написал, что он там все... И тут вот он написал, что он присоединяется к Биллу Гейтсу. Тут у нас старенький Билл Гейтс, фотография его на них. Мне кажется, даже грустно стало. Старина Билл вообще старый. Он какой-то вообще сдал. Простите за тавтологию. Да, он сдал, реально. Так вот, Марк Цукерберг вместе с женой присоединяются к Биллу Гейтсу и другим крутым чувакам там. Из Амазона, директору, из Virgin, основателю, то есть вот к таким богатеям, к программе по созданию источников энергии, которые не будут загрязнять природу. И которые будут, как бы, вырабатывать энергию не как нефть, не как там, я не знаю, что еще, и не будут загрязнять. Уголь, газ, да? Все достаточно не очень крутое, если так уж сравнивать, например, с электричеством просто. Поэтому IT-Титаны... Я, кстати, не вижу здесь какого-нибудь Илона Маска, он тоже должен был за это схватиться сразу. Он, видимо, в теории большого взрыва в это время снимался. Да, и пропустил, когда бабки скидывали. Когда вкидывать, то да. Да, ну что, давай перейдем к блоку одной строкой. Пиарятся они, мне кажется, пиарятся. Это да. Просто и все, и бабки зарабатывают. Они же инвестиции привлекают. Они же не просто скинулись, чтобы что-то построить. Они же скинулись, чтобы инвестиции привлечь. Так что да, блок одной строкой. Скетч уходит из Mac App Store. Здесь ты опять должен... А что это? А вот так вот. Они предпочитают думать, что... Во-первых, их бесит, что неделю надо ждать, пока Apple проверит, подтвердят. Вот хотят они сразу. Вот у них жжет им уже ляху, жжет новая версия Скетча. Они прям хотят ее выкатить сразу же людям. Не, ну это с одной стороны правильно. Мы как бы забудем про то, что они хотят просто процентами делиться с Apple. Да, забудем про 30%, что они хотят к себе оставить. А просто вот у чоков баг. Им надо и hotfix быстро залить. А там и ждать надо. Ну, естественно, опять же, есть технические difficulties типа сэндбоксинга. То есть нельзя совсем на низкоуровневом получать данные пользователя. Их как-то обрабатывать. Песочницы недоступно. А в тех приложениях, которые ты сам пишешь, можешь делать чего угодно. Так. А еще, они говорят, цены нельзя нормально апгрейдить. Я не очень понимаю. Они же, у них дешевое достаточно приложение. То есть около 99 долларов. Они, может быть, хотят не 99, а 89. А в Mac App Store есть только 69,99. Хм. А может быть, они какие-то скидки хотят мутить быстрые? Тоже может быть. То есть, ну, у них нет гибкости. Той самой гибкости. В свое время, когда люди уходили с WordPress.com на собственные захостинные решения, например, как мы, не хватало гибкости плагины поставить, как-то что-то там, хостинг подкрутить там и так далее. А вот им то же самое не хватает. Пишите в комментариях, вы как приобретали скетч. Я, так понимаю, всегда была возможность купить на сайте или в Mac App Store, как, например, и ScreenFlow, который мы сейчас записываем подкаст. То есть, я не знаю. Мне всегда казалось, что Mac App Store добавляет, так скажем, солидности. То есть, там стопудово не обманут. А теперь видишь, как оказывается. Это, кстати, не первая хрень, которая ушла из Mac App Store. Было... Наверное, не последняя. Все, я не помню, какая еще была. Ну, нет, к слову, кстати, по-любому все заходят сначала на сайт, потом нажимают перейти в App Store. Вот по-любому. Ну, может быть, но... И они поняли просто, что к ним уже столько заходят, что нет смысла перенаправлять. То есть, все-таки 30% не хотят. Конечно. Хорошо, переходим дальше. Следующая новость, она как бы сумасшедшая. Именно так я хочу ее назвать. И мы как бы ее можем еще два часа обсуждать. Но я просто быстро скажу. По-любому все знают. А кто не знает, прочитайте, поржете. Быстрая новость. Жители Екатеринбурга, пользующиеся открытием Wi-Fi соседа, пожалуйста, на этого соседа за доступ к вражеским сайтам. Причем, значит, самое главное. Чувак старый. Я не побоюсь. Это old man. 58-го года. С рождения. Old man пожаловался на какого-то, видимо, хипстер-мена, который, блин, раздавал Wi-Fi-ку, во-первых, на халяву, ни за паролину, ни за какую, которая, походу, ходила через Праксю, потому что можно было ходить на сайты, которые заблочены Роскомнадзором. Все, чувак. Евгений Плотников old man'a зовут. Old man'a зовут, да, Евгений. Юджин Плотников. Так вот, короче говоря, он пожаловался настолько и настолько промахнулся, что написал не нашим, а оппозиции. Да, он не Роскомнадзор, а Роскомсвободе написал. Это прям вообще, я не могу, это гениально. И он как бы, причем он указал, что он там уважает Владимира Владимировича Путина и обозвал своего соседа врагом народа. И потребовал за открытый файвай, как он его назвал. Файвай, да, да. Вы, опять же, прочитайте, прожете. Потребовал прям квартиру. Практически расстрела потребовал. Практически ссылку этого чувака. Он прилаживает еще в качестве доказательства скриншоты. Скриншоты в кавычках. Он скриншоты знает хотя бы, что такое. Вот, в общем, Роскомсвободе поржали, раздули это все. И все это дошло, конечно же, до Роскомнадзора самих. Там мы с ним уже нормально начали общаться. Но после этого чувак обозлился, протроллился и начал Роскомсвободе это написывать. А так как он уважает Владимира Владимировича Путина, он им там написал нормальные вещи всякие. Вот, но в итоге Роскомнадзор, в нашем смысле, ответили, что просто, ну чувак, ну такого нет уже враг народу, такого понятия нет враг народа. И никто тебе ничего не будет отдавать, никакие квартиры. Поэтому, вот. Спасибо, что не 37-й здесь еще картиночка, если Роскомсвобода. Нет, кстати говоря, если был бы 37-й, то я думаю, чуваку-соседу-то нет. Он бы действительно квартиру-то у него отхапал. Да кого бы вы посетили бы нахрен просто еще? Я не знаю, квартиру бы куда-нибудь в пользу кого-нибудь, вообще детей каких-нибудь голодающих отдали. Да-да-да, молодому профессору какому-нибудь отдали, действительно. Окей, переходим к последней новости, которой мы завершаем наш сумасшедший блог. Программистка из Петербурга рассказала о карьере начинающей порно-актрисы. Я думаю, эту новость еще больше все знают, чем про жителей Екатеринбурга. Я тоже, я тоже уверен в этом. Тем более мы и шутки постили об этом, и все уже поржали, значит. Давай просто, я скажу пару слов о чем новость, и просто подумаем. Расскажи, какой ник расшифровывается. Да, Deep Bunny Hall, глубокая норка зайки. Мне нравится, что здесь перевели прям на те журналы. Короче, девушка указала в анкете, так скажем, точнее в профиле, на известном порно-ресурсе, указала о том, что она, кроме того, что она любит различные blowjobs, она и всякие различные tight anal and good compilation videos у нее есть, она еще и Node.js developer. Мы как бы всегда знали, что Node.js developer увлекается blowjobs. Да, да, это хорошая такая реклама. У нее на футболке почему-то желто-синий флаг во рту у какого-то чувака. Это что означает? Я не знаю, что у нее там во рту, может быть всякое. Суть какая? Короче, мне, знаешь, что нравится? Во-первых, кроме того, что она там все, она, в принципе, у нее там 600 покупок в стиме. В общем, она, в принципе, понимает, что такое интернет, и как надо быть в интернете, и как бы, в принципе, все понимает. Мне самое главное, интересно, круто вот это совмещенное, как бы, порно, и как бы веб-разработчики, которые ее все равно увидят, да? То есть все равно она попадет, то есть это пиар такой охрененный, случайно произошел. То есть, блин, давай просто подумаем, кому еще можно так же написать в профиле, чтобы у него тоже пропиарить. Давай, кому еще можно Node.js developer написать, я даже не представляю. То есть, в принципе, порно, и вот веб-разработка, она как-то так рядом связана, что пропиариться легко получилось. Да, за одним устройством происходит все это. Да, да, то есть я вот не представляю, это как-то, блин, ну просто у нее случайно бомбануло. Кстати, ее парень говорит, что он не против ее известности. Начинала с пич, впоследствии перешла на JS и Node.js. То есть вы аккуратнее, если вы вдруг перейдете, потом перейдете. Да, потом ваш парень не против вдруг будет, а у вас парень сразу появится, даже у... Даже у мужиков. Вот как-то такая ситуация. В общем, пишите в комментариях, какие вы еще можете, как бы, не связанные, вроде бы, казалось бы, вещи найти и придумать. Готовы ли вы торговать за чем-нибудь, за то, чтобы получать больше? Видимо, Node.js developer не так-то много платит. Ну, кстати, все начали сразу ружать, что дайте гитхаб, и как у нее там вообще все. А, есть видео, где она кодит. Да, классические вот эти шутки. Да, ну все. Еще не все. Последняя новость. Что ты думаешь про нашу сегодняшнюю обойку? Блин, а что за... А, колоночка, типа, выставлена в окно. Блин, ну слушай, это какая-то такая летняя, во-первых, и такая какая-то по-деревенски сделана. Это мы, Никита. Там за тюлью мы. Мы там сидим и вещаем, как бы, всем во двор. Наш подкаст, это вот эта робкая колоночка. А там вот во дворе наши подписчики футбол играют. Да, миллениумы. Мяч гоняют. Мяч гоняют. Они потом... Нет, лимонад они бы продавали, если бы это было в Калифорнии где-нибудь. Они будут потом соску просить скинуть. И выйти там. И кого-нибудь загонят обязательно. Да, да, да. Но мы вот из этой колоночки, как последний голос вообще разума в этой всей кирпичной суете. Да, поэтому пишите нам комментарии, ставьте лайки, чтобы мы не закрыли вот это окно. Да, вот это деревянное окно с рамой. Там даже форточки как-то кого нет, она как будто вверх открывается. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Ставьте нам отзывы и пишите отзывы, такие же, как Румамбарук или как там... Румамбаха, Румампуру. Да. Нам приятно и прикольно. И да, последнее объявление для тех, кто дослушал. Завтра у нас будет новый Телеграм-чатик. Пишите мне в личке в Телеграме... Собака вебсайне. Собака вебсайне, да. Проведем собеседование. Если вы не упырь, то получите ссылку в наш новый чатик, в котором не будет снобов и прочих людей, которые хейтят PHP и политику. No.js. Да, и которые любят No.js. Таких не пустим, поэтому вы уже знаете, что говорить на входе. Удачным вам всеми дня и увидимся через неделю. Пока. Пока.